Я вас еще раз приветствую. Видите, в этом году оказалось, что на секцию к Людмиле Георгиевне очень много участников записалось. Людмила Георгиевна решила нас немножко разделить, видоизменив название. Но я думаю, что в принципе роль женщины и в социуме, и в культуре где-то все равно тематика очень близкая попозже. И тогда я предлагаю нам с вами начать работу. Тем более, что у нас в данной части работы нашей секции до обеденного перерыва уже точно известно, что энное количество коллег не смогут принять участие. Кто это просил? Елена Викторовна просила перенести. Ну давайте тогда, может быть, мы с вас и начнем, Елена Викторовна. Сейчас прямо, да? Хорошо, сейчас, минутку. Орел Елена Викторовна, доцент кафедры романских языков МГИМО с докладом «Женщина в культурной среде Венецианской республики». Уважаемые коллеги, у меня единственная будет просьба. Я абсолютно прекрасно уверен, понимаю и уверен, что у каждого из нас очень интересные сообщения и доклады. Но вы сами знаете, что когда чуть-чуть регламент начинает уже превышаться, тяжеловато воспринимается доклады. Поэтому давайте мы будем ориентироваться на 10 минут основного сообщения. Я бы, честно говоря, очень хотел, чтобы у нас дискуссия была вынесена не в конец, а коротенькая дискуссия имела место после каждого сообщения. Поэтому, чтобы мы в регламент укладывались, я буду очень просить 10 минут на сообщение и, так сказать, несколько минут на вопросы, на дискуссию. Коллеги, принимается такой формат? Да, я рассчитывала на 15. Что? Я на 15 рассчитывала. Я тоже на 15 рассчитывала. С учетом интерактива и дискуссии. Давайте будем так ориентироваться, иначе мы просто… Мы уже немножко из регламента выбились по пленарке сегодняшней, поэтому давайте мы будем стараться по такому регламенту идти. Елена Викторовна, пожалуйста. Спасибо. Итак, женщины в культурном контексте Венецианской республики. Когда речь идет об истории Венецианской республики, удивительном государстве, история которого насчитывает 10 столетий, то почти всегда в этих рассказах фигурируют мужские персонажи. Тоже патриицы, мореплаватели, судостроители, художники, знаменитые областители. И непростительно редко упоминается о выдающихся женщинах, которые писали замечательные страницы в истории Венеции. Сегодня речь пойдет о некоторых из них. В течение многих веков женщина воспринималась в обществе не как самостоятельная личность, а через ее отношение к мужчине. То есть была лишь матерью, сестрой, женой, дочерью. Практически вся ее жизнь протекала внутри домашних стен. Она была далека от политики, науки, от занятий бизнесом или искусством. И вот в XVI веке вдруг начинает что-то меняться. Идеи возрождения, перевернувшие представление о мире, поставившие человека и его личность в центр вселенной, проникают в общество, завоевывают умы. Прежде всего речь идет, конечно, о мужчинах, но постепенно начинают происходить изменения и представления о женщине. В противовес средневековому убеждению в ущербности женской природы, гуманисты признавали ее благородство и равенство с мужской. В вопросах любви за женщиной признавалось право быть не только любимой, но и любящей, имеющей собственное право выбора. В 1528 году в Венеции была напечатана книга гуманиста Бальдасара Кастильоне о придворном, написанной в форме диалогов аристократов при дворе герцога Урбинского. В их беседах вырисовывается образ идеального, благородного, молодого человека того времени. И там есть один любопытный момент. Один из собеседников высказывает свои взгляды на идеальную женщину. Он говорит, что считает ее равной мужчине, что она тоже имеет право на хорошее образование, на знания изящных искусств, наук и литературы. Она должна быть хорошо воспитана, лишена тщеславия и легкомыслия, уметь вести умную и приятную беседу, элегантно одеваться, танцевать и музицировать. Другой персонаж, смеясь, ему возражает. Если вы выступаете за женщин образованных, сдержанных, благородных, то почему не хотите, чтобы они управляли городами, писали законы и руководили армиями, а мужчины при этом сидели на кухне и пряли шерсть? Первый отвечает ему тоже в шутку. Может, это было бы неплохо. Знали бы их они. По крайней мере, именно в то время был запущен процесс, хотя бы очень медленное, расширение социальной роли женщины в завоевании новых сфер деятельности. Самое главное, начали меняться сами женщины. Главным новшеством, определившим и весь дальнейший процесс, стало то, что девушки из обеспеченных семей получили доступ к образованию, их стали учить. Для образованного человека важно утверждение ценности и значимости своей личности, право быть собой, самореализоваться. Рост доступности образования открыл в XVI веке дорогу к творчеству не только представительницам привилегированных сословий, но и дочерям из незнатных семей. Именно в это время появляется целый ряд ярких женских фигур. Мы же сегодня поговорим о женщинах, которые жили в Венецианской республике и внесли свой вклад в культурную жизнь начнем XVI века. Мариэта Рубустия, старшая дочь Тинторетто, одного из выдающихся венецианских мастеров XVI века. Настоящей фамилией художника была Рубустия. Тинторетто, то есть маленький красильщик, сын красильщик, его прозвали так, как его отец работал красильщиком тканью. Мариэту тоже называли «Ла Тинторетто». «Душа моя, ты главный мой шедевр», так обращался Тинторетто к дочери. Она была старше из детей, родилась еще до брака от немецкой куртизанки Корнелии. Предполагает, что в своей картине «Вхождение во храм» на первом плане художник изобразил Корнелию с маленькой Мариэттой. Помимо Мариэта, Тинторетто было еще и семеро детей. Два сына тоже стали художниками, работали с отцом в его мастерской, но самой талантливой оказалась Мариэта. Отец очень любил ее. Они всегда были очень близки, и она была потрясающей художницей. Семи лет она проводила время в мастерской отца. Он часто одевал ее, как мальчик, и везде брал с собой. Предполагает, что она принимала участие в том числе крупных работ на религиозные темы и алтарных полотен. Самостоятельно же она писала портреты и пишет, что к ней стояла очередь из венецианских дам, желавших заказать ей свой портрет. Единственная подписанная картина Мариэта Рубусти – вот этот автопортрет, где ей примерно 20 лет. Ее кисти также принадлежит картина «Старик и мальчик». Раньше ее считали одним из лучших портретов Синторетто, но некоторое время назад искусствоведы обнаружили на картине инициалы Мариэта Рубусти. По стилю, глубине и силе живописи это полотно не уступает работам ее отца. Остальные работы художницы имеют лишь предположительную атрибуцию, так как по существовавшей традиции все картины, выходившие из мастерской художника, подписывались только главой мастерской. Ровесницей Мариэта Рубусти была Вероника Франко, одна из наиболее известных венецианок эпохи Возрождения, куртизанка и поэтесса. Она входила в особую категорию так называемых честных куртизанок, то есть благочестивых. Такая куртизанка была хорошо образованная женщина, обладавшая художественными и музыкальными талантами, часто подруга высокопоставленных мужчин, жившая открытой публичной жизнью. Благодаря своим знаниям, вкусу, умению вести беседу в мужском обществе, такие куртизанки составляли особую касту и пользовались определенным престижем в обществе. В отличие от замужних женщин, проводивших все свое время дома, честные куртизанки могли свободно вращаться в обществе мужчин. Вероника Франко опубликовала два сборника, сборник стихов Терцины и сборник своих писем, среди которых несколько писем адресованы Тинторетто, а два французскому королю Генриху Третьему в Луа, который с ней встречался, будучи в Венеции. Главная тема ее Терцина – взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Ее стихи откровенные, сексуальные. Она оспаривает клише любовной поэзии, которая вела свою традицию от Петрарки, и в которой женщина изображалась, как безмолвный объект любви, далекий и недосягаемый. Она настаивает на равном диалоге. Интонации ее зачастую полемические. В стихах, обращенных к своим рогам, а нападок на нее было немало, Вероника защищает не только себя, но и весь женский пол. И не случайно уже в 20 веке наследие поэтессы обратило на себя внимание движения феминисток. Вот некоторые строки из ее стихов, где она вызывает своего противника на словесную дуэль, предлагая ему выбрать, на каком языке вести сражение. Кстати, этот портрет, подписанный Тинторетто, предполагает, что тоже был написан Мариэттой Рубузди. Итак, бросаю вызов вам. К борьбе готовьте меч и мужество, ведь скоро я покажу на зло мужской хвальбе, сколь превосходней женский пол мужского. Вы же нынче позаботьтесь о себе. Я отплачу. Так вас побью сурово, за вами выбор поля. Будет яр мой натиск. Вы не ведали такого, что мы враждуем вы тому виной. А я для мести лишь вступлю в сражение и дабы в битве защитить покой. Я чувствую в душе такое жжение, что перестало душу злоба сжечь без промедления в бой. Вооружение любое выбирайте. Будь ваш меч к язык народный наш венецианский, какая вам и мне угодно речь, или, коль вы пожелаете, тосканский. Примерно в то же время в Венеции писала стихи еще одна женщина, которую сегодня называют итальянской софу и лучшей итальянской поэтессой всех времен. Это Гаспера Станта. Родилась в Паду и всю жизнь прожила в Венеции. Принадлежала к младшей ветви патрицианской семьи. Так же, как и Вероника Франко, вела довольно свободную жизнь. Дом ее семьи стал одним из самых популярных литературных салонов в Венеции, куда приходили поэты, художники, музыканты. Гаспера была той, кого называли виртуоза, профессиональной певицей. Она пела сонеты Петрарки, аккомпанируя себя на людьми. Гаспера Стампа прожила всего 31 год. Сборник ее стихов, опубликованный после смерти, состоит из 311 поэтических композиций. Они как личный дневник поэтессы, где она говорит о своих любовных переживаниях, о радости и об отчаянии, которые приносит неразделенная любовь. Вот одно из ее стихотворений. Когда бы в сердце вы проникли мне, сеньор, печались о моем деле, вы внутренним бы взором разглядели тоску, черней, чем видится извне. Вы убедились бы, что я в огне, не на минуту, дни или недели, на годы, страх и ревность обладели душой по купидоновой вине. Вы бы узнали, что давно погас других желаний свет, и по неволе я меркну ради блеска ваших глаз. Поэзия Гаспера Стампы стала известной и особенно популярной в эпоху романтизма, когда сборник был переиздан потомком ее возлюбленного, которому обращена большая часть стихов. А одна из ее знаменитых строк «Жить пылая и не чувствовать боли» стала жизненным принципом главного героя во многом автобиографического романа «Огонь» итальянского писателя начала XX века Габриэля Данунзе. XVII век Элина Лукреция Корнару Пископпи стала первой в истории женщиной, получившей университетский диплом. Произошло это в 1678 году. Элина Лукреция происходила из богатого патрицианского рода Корнару. Ее отец, сам очень образованный человек, собрал в своем палаце на канале Гранде богатую библиотеку, которая считалась одной из лучших в городе. Для дочери, проявившей интерес к учению, показавшей недюжинные способности, он нанимал лучших наставников. Элина Лукреция изучала латинских греческих авторов, иностранные языки, математику, музыку, диалектику, философию, теологию, естественные науки и даже астрономию. Вела научные диспуты на французском, испанском, латинском языках. Элина Лукреция подала заявку в университет Падуэ на защиту диплома по теологии, что в то время для женщины было совершенно немыслимо. Декан факультета теологии, что епископ Падуэ, кардинал, писал в письме ее отцу. Я ни в коем мере не ставлю под сомнение способности Элины. Она действительно заслуживает получения диплома. Но что, мы хотим стать посмешищем для всего мира, для всех других университетов, выдав диплом женщине? К тому же речь шла о теологии территории исключительно мужской. В результате ей, в конце концов, предложили защитить диплом по философии. В качестве темы она выбрала Аристотеля. Защита проходила в Падуанском соборе перед многочисленной аудиторией, собравшись послушать и посмотреть на столь необычного соискателя. Там присутствовало несколько тысяч человек. Защита диплома прошла успешно, и до сих пор этот факт является предметом большой гордости для Падуэ. В соборе стоит ее памятный бюст, в университете посвященный ей памятник. Элина Лукреция Курнару смогла на деле доказать, что женщины обладают не меньшими способностями в области науки, чем мужчины. И, несомненно, в осуществлении мечты ей помогла та свобода мысли, которая царила в Венецианской республике. Напомним, что именно в Падуанском университете впервые в Италии была открыта кафедра математики. Здесь читал лекции Джордана Бруно, здесь 18 лет преподавал физику и математику Галилею Галилей и считал эти годы лучшими в своей жизни. В конце 17 века Венеция родилась Розальба Карьера, которая вошла в историю искусства как одна из лучших портретистов 18 века. Ее портреты в технике пастели, нежные, изящные, исполненные, были невероятно популярны, и многие европейские монархи желали иметь выполненные ее работы. Сегодня ее картины находятся в музеях Лондона, Дрестона, Стокгольма, Венеции, а также собрание Петербургского Эрмитажа. Сначала она рисовала миниатюры. 29 лет она уже была известна как замечательная миниатюристка, но настоящую славу Розальбе принесли портреты, выполненные в ее любимой технике пастелью. Написанные в легкой воздушной манере, при этом с тонким психологизмом, улавливающей натуру человека, эти портреты имели огромный успех. В каждом из них видна личность, характер, чувство человека. Она явно была далека от стереотипа дамы XVIII века, посвящавшая свое время приводным занятиям. Она никогда не была замужем, всю жизнь очень много работала. Во времена, когда громко звучали лишь имена художников мужчин, Розальба карьера способствовало утверждению женщины в художественной сфере. Она стала первой женщиной, которую приняли в члены Римской и Болонской Академии Художеств. По приглашению известного французского знатока живописи коллекционера Пьера Круза, Розальба карьера прожила год в Париже, где очень много работала и общалась с французскими художниками, в частности с Антуаном Лато. Ее мастерская в доме Круза стала одним из самых посещаемых парижских салонов в тот год. Тогда же она была избрана членом Королевской Парижской Академии Живописи и Скульптуры. Исследователи отмечают, что именно с именами Антуана Вато и Розальбы карьеры связано формирование в живописи стиля рококо, а портреты Розальбы во многом определили стиль французского портрета XVIII века. Я, если можно, хотела бы показать еще те работы. Это автопортреты Розальбы, а работы, которые находятся в Эрмитаже. Они были приобретены Екатериной Второй в 1773 году. Была куплена коллекция Пьера Круза, в которую входили работы, карьеры. Я хотела рассказать еще об одной художнице из Венеции, но раз времени нету, то... Как вы заднила Георгиевну в статье все подробно расскажете, а мы с удовольствием прочитаем. Хорошо. Ну вот, я постаралась выбрать наиболее яркие примеры того, как в мире, где наука и искусство были, казалось бы, неоспоримы мужской улочиной, женщинам благодаря своим талантам и труду удалось пробить вот этот барьер, который ставил перед ними общество. И при этом женская культура не находилась на периферии, а ее направления и жанры органично вписывались в общие культурные процессы. Спасибо большое, Елена Викторовна. Коллеги, какие есть вопросы, какие есть комментарии по выступлению, Елена Викторовна? Ну, будем надеяться, что мы еще немножко пока что просыпаемся и включаемся в рабочий ладж, что все-таки у нас определенный интерактив тоже состоится, потому что я всегда сторонник того, чтобы на конференции какой-то обмен впечатлениями обязательно состоялся. Коллеги, сейчас тогда у нас вторая английская кафедра вступает в работу, Алла Николаевна Высоцкая и Мария Станиславовна Костюнина нам расскажут о положении и роли женщины в английском обществе в 14-16 веках. Вы в каком порядке будете сначала? Алла Николаевна Высоцкая сначала. Коллеги, убедительная просьба также все-таки поддерживать. Хорошо, хорошо. 15, 10, 15 минут, да? Ну, мы ориентируемся на 10 минут плюс интерактив, но вот по Елене Викторовне у нас получилось 15 минут без интерактива, то есть пока что мы в регламенте. Хорошо. Тема моего доклада «Женщина в культуре и обществе средневековой Англии». Что такое средневековая Англия? Это четыре века сложного исторического пути. От армянского суббора 11 века до появления и распространения книгопечатаний в середине 15 века. Средневековым в нашем представлении это рыцари, рыцарские турниры, осада замков, крестовые походы, монашество, строительство грандиозных храмов, войны, в нашем случае в Англии, в Франции, в Шотландии, восстание от Тайлера, великий голод начала 14 века и, наконец, черная смерть, эпидемия чумы 1348-49 годов середины 14 столетия, которая унесла почти 40% населения Европы и приблизительно 40% населения Англии. Мы будем в основном говорить о 14 веке. Почему? Потому что невозможно создать обобщенный образ средневековой женщины 11-15 веков, как невозможно создать обобщенный образ русской, японской, якутской, французской женщины 17-21 века. Итак, английская женщина 14 века, эпоха позднего средневековья. Возникает первый вопрос. Какова была численность населения вообще Англии в 14 веке? Ученые полагают, что где-то 5 миллионов человек в 1400 году было 2,5 миллиона человек в 1400 году. Видим, что население резко сократилось практически вдвое. Трагические последствия войн, голода и великой чумы. Итак, 2,5 миллиона мужчин, женщин, детей в Англии 14 столетия. И, по-видимому, где-то миллионы несколько больше женщин жило в Англии в то время. Крестьянки, гражданки, торговки, купчихи, монахини, благородные дамы. Средневековые женщины взрослели и ставились по возрастным меркам той эпохи. 17 лет это расцвет, 25 лет зрелость, 35 лет начало старости. Девочкам разрешалось выходить замуж в 12 лет. Большинство девушек из благородных семей к 16 годам уже замужем, а к 25 годам имеют несколько детей, каждый раз подвергаясь опасности умереть от родов. Многие женщины вдовы, потерявшие мужей в войнах с Францией и Шотландией. А мужчины, они тоже быстро взрослеют и старятся. В 20 лет мужчина расцветит сил, в 30 лет зрелый человек, а к 40 годам мужчина на пороге старости. Мальчики начинают работать с 7 лет, и в этом возрасте уже их могут побесить за воровство. В 14 лет им могут позволить жениться, а в 15 лет они уже военнообязаны. Аристократы могут командовать армией, не достигнув до 20 лет. Но вернемся к женщинам. Если средневековый мужчина характеризует род занятий, рыцарь-воин, монах, купец, землепашец, то женщину характеризует ее семейное положение. Дева, жена, монахиня, вдова. Положение девушки или жены зависит от статуса мужчины, который ее обеспечивает. У девушек это отец, после замужества муж. Выйдя замуж, женщина полностью зависит от мужа. Она не может взять деньги в долг за его согласие, она не может продать имущество, она не может даже составить завещание. То же самое относится к женщинам-монахиням. Они во всем зависят от своего монастыря. И, кстати, замечание. Вот в Англии 14 века было где-то около 150 женских монастырей. Более-менее независимо вдова и незамужней женщины. Вдов оценивают по общественному положению последнего мужа. Итак, главенство мужчины – вот главный аспект жизни средневековой женщины. По понятиям средневековья, следуя Библии, Ева убедила Адама кусить запретный плод. Из-за этого они были изнаны из рая. Такой грех женщины нельзя простить. Такой грех женщины не в состоянии искупить. Поэтому в средневековом обществе женщин обвиняют во всех нравственных, умственных, физических недостатках общества. Какого независливы, похотливы, чаще, чем мужчины, дают душе злобу, хуже работают, медленнее двигаются. И какова реакция женщин? Они не возражают, не протестуют. Они принимают главенство мужчины в обществе как должное. Они считают, что Бог устроил мир таким возможным наказанием женщинам. А если у образованных женщин возникает сомнение, то полемика ведется лишь к кругу семьи. Итак, образованные женщины. Как сами дела с образованием женщин в эпоху позднего средневековья? Многие горожанки умеют читать. Женские монастыри богаты знаниями. В монастырях, в монастырских школах девочки учатся наравне с мальчиками. Весьма образованы многие женщины-аристократки. Жена короля в ее коллекции религиозные книги, бюлия на французском языке, проповеди на французском языке, энциклопедия сокровища на французском языке, исторические книги, много романов, такие как Троянская война, Трестан Изольда, Диане Артуре и так далее. Украинская библиотека того времени располагалась в Таури. Не насчитывалось до 340 книг. Известно по хроникам, что Изабелла часто брала книги домой читать, замок читать. Но Изабелла не только любительница чтения, она еще женщина с большими политическими амбициями. Вместе с своим фаворитом Роджером Мортимером она возглавила баронский митер против своего мужа Эдуарда Второго и свергла его с престола, тем самым совершила первый неконституционный парламентский переворот в истории Англии. После этого она неофициально управляла страной 4 года до совершеннолетия своего старшего Третьего. Итак, в средневековом обществе женщины часто становятся жертвами предрассудков. Например, рыцарь собирается на охоту. Ему помогает в этом жена. Но сохранив Божий, если она по рассеянности подаст ему меч. Неудача неизбежна, если при снаряжении на охоту рыцарь возьмет меч из рук женщины. Тогда откуда же появилось понятие рыцарского отношения к женщине? Рыцарь и дама из рыцарского защищать вдов, сирот и всякого немощного. Защищать женщину слабая, безоружная. Она часто притесняется грубым, беззаконным соседам. Часто обрушиваются самые гнусные кривита. Если уж мы заговорили о рыцарях и рыцарях турнирах, то есть несколько интересных замечаний, несколько интересных фактов и примеров о рыцарях турнирах. Кодекс рыцаря, мы уже о нем говорили. Участие в турнире считалось премьерегией благородства, поэтому не всякий рыцарь допускался к турниру. Дама обиженной рыцарей могла пожаловаться на него до начала турнира. Специально избираемые для турнира судьи рассматривали ее жалобу, если находили ее основательной, то не допускали рыцарей к участию в турнире. Это было, конечно, большим вопросом. Если же дама предпочитала простить рыцаря, в турнире, более того, существовал еще бонец такой дамской милости. Почетный судья служил посредником между дамами и рыцарями участниками турнира. Ему вручалось дамское украшение, черчик, наколка, и судья привязывали украшение к своему какию и снимали до конца турнира. Если во время боя дамы замечали, что какой-то воин сильно ослабел, они вручали судье вступиться за него. Судье опускал на такого рыцаря свое дамское украшение на своем копье, и никто уже не осмеливался тронуть этого рыцаря. Поэтому сам черпик назывался дамской милостью. Это действительно было милость в те времена, когда редко останавливались перед совершением жестоких поступков. Это часто спасало рыцарю жизнь. Удивительно, но дамы средневековья не только наслаждаются зрелищем рыцарских турниров, но и сами были способны на смелые поступки. Известно достаточно много случаев, когда жены сопровождали своих мужей в крестовых походах. Более того, средневековые женщины в средневековой хронике об окраине замков, об об осаде замков повествуют, что женщины мужественно переживали трудную осадную пору. Они не только доставляли сражающихся на стенах пищу и питье снаряды, но совершали геройские поступки. Например, известно, что в XII веке в 1128 году Севилла, жена нормандского рыцаря, защищала его замок. И вот что пишет хронист? Бдительно охраняла она в отсутствие своего мужа замок. Каждую ночь надевала она на себя рыцарское вооружение. Правой руки палецу, поднималась на стену, обходила все укрепления, ободряла стражей и благоразумно убеждала всех, особенно остерегаться хитрости неприятеля. Настаем на минуту женщин-арисократок и вернемся к простолюдинкам. Конечно, их более тяжело, но тем не менее, даже в средневековом обществе у них были некоторые преимущества. Во время многочисленных войн рискует жизнью мужчина, а не женщина. Решна основа на земле, как и ее муж. В женщинам в городах разрешается заниматься ремеслом мужа после его смерти. Например, вдова портного может стать портникой. Более того, вдова оружейного мастера или купца может сама стать оружейником или купцом. Например, известное имя Маргарет Рассел. Это богатая купчиха из Ковентри. Однажды она отправилась в экспедицию в Испанию и вела товары на 700 фунтов. Громадная сумма денег, огромная сумма денег по тем временам. Вот нужно пояснить, что хотя дискриминация женщин существовала безусловно в юридическом плане, сильная женщина всегда могла посолять за себя перед мужем. Например, мужу законом разрешалось бить женщину. Если он был слишком жесток, она могла подать на него жалобу в церковный суд. И его наказывали. А напротив муж избитый женой не мог подать суд, потому что никто не сочувствовал мужчине, который был настолько слаб, что не мог справиться с собственной женой. Если муж и жена совершали преступление, которое карается смертной казнью, то приговаривали к повешению только мужа, если жена утверждала, что выполняла его приказы. есть еще одно преимущество весьма важное. Оно связано с ручной с дымом. Женщина просто видит, знает оцензион. Она готовит пищу, варит или к пиво варит именно было исключительно занятием женщины. Она стирает берега, ухаживает за больными, помогает соседям, и она поэтому хорошо знает, что происходит вокруг. В богатых домах женщины видят, чем занимаются и как работают слуги. Если муж уехал по делам, то домом управляет жена. Конечно, судьба женщины в Средневековье очень зависит от того, насколько удачен ее брак. Некоторые мужья абсолютно приедут своим женам. Даже короли, например, первые, третьи, генеры очень любили свою жену. Как писал Чосов, что лучше мудрости женщина, а что лучше хорошей мудрости хорошей женщины ничего. женщины убить ее, потратить все ее деньги, заставить выполнить всю грязную работу, а потом и бросить ее. Перед тем, как выйти за женщина приносит клятву верности мужчине, а мужчина такую клятву приносить не обязан. женщина такого жестокого мужа. Решалось не только имущество, но и любого наследства, на которое могла рассчитывать, если бы пережила его. Вот несколько штрихов к портрету седневковой женщины 14 века. Я уложил здесь 10 минут. Спасибо большое, Олана Николаевна. Я так понимаю, Мария Станиславовна эстафету принимает. У меня слышно, видно. хорошо. Я услышу. Да, у нас логически связанное сообщение. Моя тема Англия времен Елизаветы I Тюдор. Как вы помните, она правила во второй половине 16 века, точнее с 1558 до 1603 года. И эпоха ее правления считается золотым веком или Лизаветинским веком. Штрихами буквально напомню основные события, которые связаны с правлением королевы. Была восстановлена англиканская церковь после Марии I Тюдор, которая была католической. Окончательно сформирована английская система абсолютизма. библия интересно, был подготовлен новый официальный перевод Библии на английский язык, так называемая эпископская Библия. И в 1563 году вышли так называемые 39 статей, где изложены основные доктрины англиканского вероучения, которая сохраняется по сегодняшний день. Во времена Елизавета I проводилась широкая колониальная экспансия Англии, предпринимались попытки основать колонии в Северной Америке, шла успешная борьба с Испанией за господство на море, продолжалось завоевание Ирландии, и были основаны торговые компании Восточная, Левантийская и Ост-Индская, которые существуют и до сих пор, и пайщиком Ост-Индской компании стала сама королева, и королева Елизавета II сейчас продолжает владеть акциями этой компании. Интересно, что у Елизаветы было, несмотря на то, что у нее было непростое детство, в связи с тем, что ее мать была казнена, объявлена изменницей, и королева Елизаветы была объявлена незаконно рождена и лишена прав на престол, хотя впоследствии эти права были восстановлены, не будут вдаваться в подробности. Она получила широкое гуманистическое образование, владела историей, знала историю, риторику, этику, владела несколькими языками, древними языками, латыньо и греческим, к тому же итальянским и французским. В те времена даже такой высокопоставленной женщине, как королева, ей было необходимо отстаивать свое право на самостоятельное правление по причине существования таких гендерных предрассудков в то время. И, несмотря на многолетнее давление со стороны парламента, Елизавета первая приняла решение отказаться от брака. Но там было много причин, тоже не буду вдаваться в подробности. Она покровительствовала литературе, теоретуральному искусству. Мы помним, что творчество Шекспира непосредственно связано со временами Елизаветы и его произведения не единственные были показаны при дворе Елизаветы первым. Во многом ограничения в правах сохраняются при Елизавете первой. Все то, что сказала Анна Николаевна, все справедливо и для времен Елизаветы. Единственное, где женщины могли себя проявить в те времена, считалось, что это была сфера медицина. Но правда, даже при этом единственной женщиной к хирургам была Мэри Корн, которая получила разрешение заниматься хирургической практикой в экзетерской эпархии в 1568 году, но и больше других примеров не существует. Хотя женщины чаще получали разрешение на занятия акушерством, так называемые бабки-поветухи, что в России, что в Англии существовали. Что касается других профессий, сохраняется тоже положение, как и в средневековой Англии, что жена могла заниматься только наравне, вместе с мужем каким-то делом. Это все справедливо и для времен Елизаветы. Но с другой стороны, да, и брак также накладывало большие ограничения. Жена была полностью подневольна мужу. И такое высказывание, что мужчинам законно разрешается избивать преступника, предателя, язычника, своего крепостного крестьянина и свою жену. И в том порядке, что женщина стоит практически на последнем месте, показывает, какое положение женщина занимала в обществе. Однако женщина благодаря браку также приобретала и статус мужа и являлась его правой рукой, была его заместителем. Более того, муж был обязан возмещать долги, которые получила его жена. Потому что он боялся значительного урона своему общественному положению. Так что в этом смысле в чем-то преимущество брака были у женщины. Высокий статус и защита в таком плане. По отзывам зарубежных путешественников, в Англии женщины намного свободнее, чем в любой другой стране Европе. Я зачитаю такое свидетельство одного из путешественников Эммануэля Метерена из Голландии, который отмечал, что женщинам не затыкают рты, они полностью заправляют в доме. По примеру, Нидерландов и других соседних стран. Они ходят на рынок и покупают там еду, которая им нравится. Они хорошо одеты, относятся ко всему без излишних волнений и часто возлагают домашние дела и монотонную работу на плечи слуг. На всех банкетах и пирах к ним относятся с величайшим почтением, их сажают во главе стола и обслуживают первыми. Оставшееся свободное время они посвящают пешим иконным прогулкам, а также карточным и иным играм, дружеским визитам и общению с приятницами и соседками. Понятно, что речь идет о женщинах благородного происхождения, аристократках, и именно поэтому Англию называют райом для замужних женщин. Хотя, что касается брака, Алла Николаевна сказала, что в средневековой Англии очень рано выходили замуженные девушки, разрешалось в 12 лет, мальчикам несколько старше 14-16 лет. В Елизаветевскую эпоху этот срок несколько сдвинулся. Интересно отметить, что в среднем возраст вступления в брак составлял 28 лет для мужчин и 26 лет для женщин. Хотя, чем богаче были родители девушек и молодых людей, тем раньше они договаривались о браке ради того, чтобы можно было произвести на свет наследника и закрепить политический союз двух семей. речь не шла о браках по любви чаще всего. Скорее всего, это было для женщины закрепление своего статуса, а для мужчины продолжение рода. Что касается образования, в основном для девушек в Англии оно было домашним. так же как и королева они изучали языки и обучались танцам, этикету, поведению в обществе и кое-какому рукоделию. В школах практически не обучались девушки. Надо отметить, что во времена Елизаветы, хотя книгопечатание было в Англии введено уже в конце 15 века, в 1470-х годах, но особое развитие оно получило именно во времена Елизаветы. И книгопечатание во многом способствовало развитию образования. И вот, как я выше сказала, что была переведена Библия на английский язык, она широко печаталась. И книгоиздательство росло практически в разы. если в начале в 1558-м году издавалось 113, было издано 113 наименований книг, то год смерти Елизаветы в 1603-м году уже было 456. Это только на территории Англии. Также английские книги издавались и в Европе, в других странах, и там уже количество выисчислялось тысячами. Мария Александровна, время, прошу следить. Так, сколько у меня осталось? Ну, уже практически все. Я хочу, буквально-буквально литературу, где хотели, женщины себя проявили. Да, сейчас я закончу тогда быстренько. Вот, одна из областей, где женщины себя проявили наравне с мужчинами, это была литература. Среди них стоит особенно отметить дочерей сэра Энтони Кука, он был шерифом Эссекса. Его дочери переводили с латинского, с древнегреческого, даже с древнееврейского языков. В основном это были книги религиозного характера. Также стоит отметить Мэри Бассетт, внучку сэра Томаса Мора, известного книгой «Утопия», которую мы все хорошо знаем по школьной программе. Она также хорошо разбиралась в античной литературе, проводила Евсевия и Сократа. Помимо переводов женщины писали сами. И в основном писали такого романтического любовного характера, либо небольшие романы, либо поэтические произведения. И также на религиозные темы, что также как и с Венецианской республикой теология была, как было выше сказано, привилегией мужчин. Но здесь женщины очень уверенно излагали свои оригинальные богословские мысли. И заканчивая, стоит отметить, что несмотря на то, что королева Лизавета сама в юридическом плане, с правовой точки зрения, мало что изменила положение женщин, но в ее правлении женщины пользуются такой общественной свободой, как никогда раньше. И несколько самых смелых добиваются общественного уважения не в качестве жен своих высокопоставленных мужей, а благодаря своим собственным интеллектуальным и творческим достижениям. Спасибо большое, Мария Станиславовна. Чем больше слушаю из доклада, тем больше начинаю ощущать коварство Людмилы Георгиевны, поручившей мне вести эту секцию. Но тем не менее от каких-то вопросов их избежать наверное невозможно. Коллеги, так или иначе в выслушанных докладах затрагивался очень важный серьезный вопрос это дискриминация женщин. Между тем существует такая точка зрения, это не моя точка зрения, но существует, что дискриминация женщин в обществе заканчивается тогда, когда в обществе начинает процветать феминизм. Английское общество знает ли такие ситуации, когда уже отсутствовала дискриминация женщин в обществе, но в условиях отсутствия феминизма? Или может быть уже пора церковные суды возвращать? Так, нет, пожалуй, таких примеров лично мне неизвестно. Алла Николаевна, каких-то примеров неизвестно нет. Эксперты права в этом смысле. Вот, коллеги, есть еще какие-то вопросы? Ну, просто есть одно замечание. Я специализируюсь на 18-19 веке, просто хотела сказать, что я буду попозже немножко делать доклад по поводу творчества Джейна Устин. И надо сказать, что в то время, даже уже 18-е веки считалось Данией из приличной семьи совсем неприлично зарабатывать себе на жизнь своим перлом. Поэтому первый роман, который написала Джейна Устин, и который очень понравился ее семье и отцу, и отец отнес этот роман издателям, а издатели сказали следующее. Они буквально отослали этот роман не читая, говоря, что мы не знаем такого автора, и читать мы этот роман не будем, а роман был под мужским псевдонимом. И так как они не знали этого автора, они этот роман даже не открывали. Поэтому уже гораздо позже, где-то в 1811-1812 годах Джейн Устин выпустила и уже смогла опубликовать этот роман под своим именем, и он был назван «Гордостью предупреждения». Это один из самых блестящих ее романов. А в начале своей карьеры ни в коем случае только под мужским псевдонимом. Да, не считалось, это неприлично. Это был уже 18-й век. Да, это все очень эквалировано, надо сказать, что издавались сборники, там действительно было сложно идентифицировать, кто это писал, женщины или нет, но авторы были женщинами. И стоит отметить, что всего 10% во времена Елизаветы, от 1 до 10% возросло количество грамотных женщин, то есть все равно масштаб в стране был не настолько большой, несмотря на вскоре рассудия. Еще одно замечание, просто добавление по поводу сохранились ли отголовки средневековья в современном английском обществе. Мне так кажется, что сохранились. То есть интересный факт, когда, например, преподаватель нашего вуза выступает на международных конференциях, конечно, полностью дается свое звание и имя, естественно. Но когда пишут сами англичане письма, они, например, пишут так, адресовано миссис Сергей Багузина. То есть от меня не осталось ничего, ни имени, да, и фамилию я поменяла на фамилию мужа. То есть с моей точки зрения, это вот отголоски вот этого средневековья, что статус женщины определяется статусом мужчины. Это очень интересно. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Мы передаем слово первой английской кафедре Кудрявцевой Елена Юрьевна. Пожалуйста. Спасибо, коллеги. Я хочу заранее извиниться, если вдруг не получится, если будут какие-то помехи, потому что меня как раз преследуют неудачи вчера и сегодня, связь как никогда плохая. С вашего позволения я расскажу вам о современных романах, нескольких современных романах. У меня не очень академическое исследование, это скорее впечатления читателя, основанные на том, что пишут об этих книгах и романах их читатели современные. Вам видно мою презентацию? Да, да, да. я долго думала над прилагательным, которое можно было бы употребить в названии этого сообщения. Состоявшаяся меня не очень устраивает стилистически в русском языке, я думала о слове благополучное, успешное, но вот здесь в какой-то степени это все-таки состоявшаяся женщина, в том смысле, что это женщина уже, так сказать, стоящая на ногах сама по себе, женщина не так зависящая от мужа, как вот в те времена, о которых рассказывали мои коллеги и даже в более поздние времена. Мы, в общем, знаем, что, когда мы читаем викторианские романы Шарлотты и Эмилии Бранте, Джордж Элиот, которая, так сказать, скрывалась за этим мужским, вернее, за этим мужским именем скрывалась тоже женщина, если даже взять других авторов, более поздних, Томаса Харди, Чарльз Диккенс, ну, он, так сказать, скорее близок к первым перечисленным мной авторам. Обычно женский образ – это женщина преданная, скромная, верная, то есть идеал женский был сформирован и идеал этот всегда был связан с тем, что женщина действительно не имела какой-то очень самостоятельной роли, она должна была быть либо в своей семье, либо при отце, либо при муже. И я хотела бы вот сказать о двух женщинах, двух авторах, о романах, которых я немножко хотела бы рассказать, и прошу прощения, но мне придется чуть-чуть даже рассказать о содержании, чтобы было понятно, так сказать, что, как изменилась роль женщин, как она видится людям. Я не буду повторять то, что написано в слайде, скажу только, что Джоанна Тролоп уже не молодая женщина, хотя выглядит на этой фотографии она весьма молода, наверное, и фотографии нескольколетней давности. Она имеет, ее семья имела литературные традиции, Энтони Тролоп, ее прапразит, очень известный тоже викторианский писатель. У нее множество книг, 18, как вы могли увидеть, если успели прочитать, я хотела бы остановиться на двух. Первоначально я начинала думать и готовиться о том, чтобы рассказать вам про книгу «Второй медовый месяц», но потом прочитанную совсем недавно мою книгу «Город друзей», вот эта вторая книжка, я поняла, что она прямо написана под мою уже заявленную к тому времени тему. Поэтому, если вы не возражаете, я немножко объединю их. И вторая женщина, с которой я тоже хотела бы вас познакомить, это женщина, и здесь я не просто допустила опечатку, я никак не смогла найти точно, потому что в одних источниках ее пишут как «Ники Джерард», а там, где я специально разыскивала произношение имени, оно вот было произнесено таким образом, как я написала в заголовке. Женщина с похожей судьбой, но более молодая, на несколько лет, на десяток лет моложе, журналистка. Обе женщины имели достаточно успешную карьеру и, в общем, реализовали себя и в семейной жизни, обе дважды замужем, одна, так сказать, в настоящее время разведена, другая со вторым мужем, семью сохранила, у обеих есть дети, у одной двое детей, у другой четверо, то есть это, в общем, женщины, так сказать, символизирующие даже своей самой фигурой вот то, что, к чему женщины стремятся, чего они могут добиться и вот здесь я упоминаю, показываю книжку, где очень интересный заголовок, первоначально я его, ну так, условно заявила, как когда ты ушла, но на самом деле вы видите, что в английском языке здесь непонятно, к кому это обращено, то есть непонятно, то ли это внутрисемейные какие-то отношения, то ли что-то другое, и извините, посмотрела на часы и сразу немножко сбилась, и здесь скорее надо было бы сказать, когда тебя не стало, то есть чтобы вот сохранялась такая интрига про что это, про кого это, и хочу сказать, что в двух книгах, наверное, можно говорить о тех кризисах, которые переживают женщины, а вот все героини этих трех романов, они описаны в период кризиса, ну конечно мы знаем и об их предыдущей жизни, о том, как они к этому пришли, но вот этот кризис, как правило, он, ну наверное, может быть связан с кризисом среднего возраста, о котором начиная с 60-х годов стали говорить психологи, но безусловно он связан еще и с тем, каким образом женщины сейчас строят свою жизнь, здесь, кстати, я должна нашего председательствующего ну отчасти успокоить, потому что вот когда мы говорим об этом кризис среднего возраста, то психологи говорят, что это то, чему подвержены и женщины, и мужчины в разной степени, женщины в какой-то степени по своему социальному положению приблизились к тому, за что они боролись в течение, я думаю, будет не преувеличением сказать, по крайней мере вот в политическом и социальном смысле на протяжении уже более чем двух столетий, а вообще-то даже и дольше. Так вот, считается, что около 13% женщин побежены такому кризису и около 15% мужчин, но только они это немножко по-разному переживают. Чем вызван этот кризис? Как правило, в этом кризисе бывают какие-то внешние так сказать раздражители, какие-то события, которые людей заставляют задуматься о том, как они живут, что представляет собой жизнь. Для женщин часто используется для объяснения этого кризиса слово empty nester, то есть это когда опустевает семейное гнездо, когда уходит из дома ребенок, единственный или дети, уходят в какую-то самостоятельную жизнь, что в этот момент происходит. Иногда причиной такого осмысления своей жизни и именно в этом периоде где-то считается от 35 до 50 лет является какое-то событие. Это может быть потеря работы, это может быть развод, это может быть еще что-то, какое-то новое, неизвестное раньше, неизвестный раньше этому человеку факт. Но вот это подталкивает к такому осмыслению жизни. И считается, что вообще вот такое кризисное состояние среднего возраста еще описано в по крайней мере одном документе 12-й династии египетской, датируемом где-то около 2000-го года до нашей эры. Некоторые говорят о том, что это то, о чем писал и Данте, и вот здесь я привожу цитату из Данте, а русский перевод мы в общем даже когда его используем, а мы часто мне кажется слышим вот эту цитату земную жизнь пройдя до половины я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь в отме долины. То есть то, что для человека это какой-то определенный период переосмысления, когда на первом этапе жизни движимые конкуренции и многими другими вещами человек работает почти не задумываясь над какими-то более философскими определениями, а дойдя до этой половины он действительно должен об этом очень и очень подумать. я хочу показать вам обложки книжек, которые написаны об этом периоде, о том, как это происходит с людьми. И здесь в основном такой психологический подход, философский подход, говорят о том, что это вообще естественный период такого осознания того, что есть жизнь, и многие здесь ссылаются на высказывания Сократа, который, как утверждают, сказал по-английски, это звучит так, who said the unexamined life is not worth living. Нет, простите, the unexamined life is not worth living. Извините, неправильно сначала прочитала, не то, что нужно. А на русский язык переводят это как неисследованная жизнь, то есть вот непонятая до конца, зачем, почему, правильные ли выборы были сделаны, не стоит того, чтобы жить. Ну, не знаю, насколько вот такое философское осмысление необходимо всем, но очень часто оно бывает. И говоря о конкретных примерах, я не буду даже сейчас говорить о вот этом кризисе, который испытывают люди, у которых опустело их гнездо семейное. Скажу только, что вторая из писательниц Ниши Джейра, она писала о себе, что иногда я представляю себя как леса, построенные вокруг дома, но только дом этот сейчас убрали, то есть остались одни леса. То есть вот это то, что часто женщинам трудно дается, не так легко осознать, и хочется сказать, что вот несмотря на огромные изменения, которые произошли на протяжении и 19-го, и 20-го века, и в этом году, по-прежнему для женщин это не совсем еще может быть ровное игровое поле, то, что называется level playing field, для них все-таки где-то существует какой-то стеклянный потолок, и то, что мужчинам дается проще, женщинам за это приходится, может быть, иногда расплачиваться, и особенно подчеркивают, что очень трудно, как женщины пытаются, большинство амбициозных женщин хочет это сделать, это соединить воедино карьеру, семейную жизнь, замужество и материнство, и вот именно на стыке этого возникают какие-то проблемы, которые трудно иногда бывает женщинам разрешить. Иногда приводят в утешение тем, кто испытывает этот кризис, вот вы видели это в названии книжки, утверждение, как говорят сейчас, что ощущение удовлетворения, удовлетворенности жизнью у человека где-то чуть ли не до 20 лет начинает снижаться, доходит до какого-то минимума в 40+, зато потом начинает подниматься, не буду сейчас говорить обо всех причинах, которые к этому ведут, утверждают, что это связано с какой-то переоценкой ценностей, когда вместо конкуренции, в которой все должны участвовать в активный, самый активный период своей жизни, приходят немножко другие ценности понимания, сочувствия, сопереживания и считается, что вот именно это и это смещение акцентов людей приводит к более счастливому состоянию. Я чувствую, что у меня, наверное, уже закончилось время, я не рассказала о конкретных женщинах из этих книг и если вам это будет интересно, то я вас просто приглашаю прочитать особенно может быть книгу City of Friends, где описываются очень разные женщины, добившиеся успеха в разных профессиональных областях, очень по-разному устроившие свою жизнь, какие-то замужем, каких-то много детей, одна не замужем, но растит сына, и третья, я думаю, что такая дань времени, наверное, это типично для Великобритании, у нее нет мужа, но у нее семья состоит из ее подруги, которая младше ее, но в их, так сказать, семейной жизни тоже происходит определенный кризис, и она тоже переживает эти какие-то проблемы. Проблемы по большей части непрофессиональные, проблемы отношений с людьми, хотя они объясняются разными причинами. Я, наверное, на этом закончу и не буду пытаться рассказать вам больше непосредственно об этих героинах. спасибо большое. Спасибо, что я абсолютно уверен, что независимо от траектории удовлетворенности у нас у всех удовлетворенность значительно получится, если мы избавимся от индекса Хирша и прочих гадостей в нашей профессиональной деятельности. Поэтому здесь, видите, еще есть другие реалии, которые на нашу удовлетворенность влияют. Спасибо вам большое за интересное сообщение. Коллеги, какие есть вопросы? У меня такой вопрос, просто любопытство. А какой-то конкретный город называется или город воображаемый при этом, название которого не существует? Причь идет о Лондоне. Там совершенно четкие адреса, по которым все живут. И это действительно, вот почему я добавила, так сказать, контрабандой эту книжку в свое выступление, потому что она как будто была написана специально для меня. женщины с разными абсолютно обстоятельствами и страдают по разным поводам. У одной муж, росший без отца, начинает устанавливать связи с отцом и его новой семьей. Ну, даже не новой, а просто его семьей. И женщина переживает, ну, как бы, что она окажется в глазах сына, не такой успешной и так далее. У другой отношения с детьми, которым от 15 до 8 лет детей трое. У третьей потеря работы. Она всего-навсего попросила о том, чтобы ей дали гибкий график, для того, чтобы она могла ухаживать за матерью, у которой болезнь Альцгеймера. в ответ получила увольнение, ну, и так далее. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Спасибо. Татьяна Николаевна Иванова с нами? Да, с вами. Тогда мы передаем слово доценту Российского государственного педагогического университета имени Герцена Иванова Татьяна Николаевна. Прошу вас. Спасибо. Сейчас я загружаю презентацию. Так, презентация видна, да? Да. Ну, вот я позволила себе еще, поскольку вот именно в данной конкретной секции я одна из другого университета, я даже картинку нашего главного здания сделала себе в качестве задника. Вот. И могу сказать, что вот тема на самом деле для меня самой была неожиданной. Почему? Потому что я вообще довольно давно уже занимаюсь Мильтоном с точки зрения не столько литературоведения, сколько языка и в большей степени языка его памфлетов, а не всем известных его поэтических произведений, потому что они мне, как мне кажется, в общем, достаточно серьезно изучены. Но заинтересовал меня Мильтон вообще с педагогической стороны. и я в определенный момент презентации об этом скажу. Но вот именно в такой формулировке я бы сказала, что это еще только начало пути, и можно было когда-то модное такое расширение поставить к постановке вопроса, но женский вопрос к постановке вопроса, это, конечно, стилистически ужасно, поэтому осталось так, как оно есть. Напоминать вроде бы и не нужно, но я каждый раз изумляюсь, когда читаю биографию Мильтона, прежде всего потому, что действительно блажен, кто посетил все мир, его минуты роковые, потому что на его долю упало столько, на его период его жизни, столько событий и столько изменений политических и культурных и, допустим, реформа образования тоже можно здесь вспомнить, что это было удивительно. И вот понятно, что его великолепная поэма, эпическая поэма «Потерянный рай», вот здесь вы видите ее в качестве такого задника на одной из улиц Кембриджа, и она, конечно, всегда вызывала интерес в России, очень много переводилась, и вот дальше возникает интересный эффект, что она довольно часто, хотя известные переводы, это перевод Штеннега, который был опубликован во всемирной литературе, но на самом деле перевод Чумина, перевод Жадовской, которые, правда, очень ругали Добролюбов и Белинский, но тем не менее они были, и вот интерес женщин к Мильтону, как раз вот именно к творчеству Мильтона был довольно серьезным, и сейчас мы наблюдаем, ну, под сейчас я понимаю, где-то вот, наверное, вторую половину 20-го столетия и уже 21-й век тоже интерес многих женских исследовательниц женщин к его творчеству. Какие аспекты женского вопроса я предполагала осветить, но уже вот как получится в плане времени. Отсутствие реальных женщин в его поэзии, то есть вот вроде бы в поэзии они есть, но вот я там скажу два слова, но они проходят именно по касательной, что нетипично вообще для поэзии лирической, но тем не менее это так. Образ Евы в потерянном рае, он тоже весьма специфическим является. Педагогические взгляды на образование женщин это отдельная интересная тема, но мне придется о ней сказать тоже два слова, потому что мне кажется, это все очень взаимосвязано. Наконец, вот трактат о разводе, который считается тоже очень революционным произведением, и я очень благодарна предыдущим докладчикам, которые как раз осветили ситуацию вот до 17 века, но надо сказать, что в 17 веке, когда встал вопрос о реформе образования, он тоже начался еще при Елизавете I, в конце ее правления, но продолжался весь 17 век и часть 18-го, там тоже была масса интересных вещей. Ну и, кстати, вот это тоже в плане ответа на нашу обсуждение одного из докладов, надо вспомнить о том, что сестры Бронта, которые значительно-значительно позже публиковались, они все публиковались под мужскими фамилиями. Значит, трактаты о разводе, ну и, соответственно, некоторые личные моменты отношения в семье. Что касается поэзии, вот эта цитата, вот, которая там просто упомянута, «Groups of maidens go by, breathing soft flames». И вот эти «Groups of maidens», вот этим все и заканчивается. Дальше один всего пример, там, в седьмой элегии, что «Falling in love on sight and being left in mourning as the lady vanished». И сонеты, посвященные некой эмилии, пока мне подробно этим вопросом не получилось заняться, но насколько вот предварительные такие вот вещи, то, что пишут исследователи, это просто вот дань жанру и не более того, то есть никакой реальной эмилии не было, и это было просто вот нечто, чтобы попробовать себя в этом жанре. Да еще и по-итальянски, потому что итальянский он очень любил и считал, что вот все обучение вообще в школе надо начинать с итальянского языка, потом уже заниматься там латынью, греческим и древнееврейским, а потом уже переходить к английскому. Настолько любил итальянский, что, в общем, говорил о том, что вот просто невозможно слушать английский после итальянского, потому что итальянский это песня, а английский он грубый и совершенно никуда не годится. Ну, вот это он в своих педагогических сочинениях писал. Далее образ Евы. Вот про образ Евы пишет в диссертации своей, ну, по нашим меркам кандидатской, наверное, опубликована сейчас в электронном виде, написана в Америке в 1941 году, и, как видите, опять с женщиной. Ну, я вот оставила это в оригинале, как-то вот не решилась переводить, но суть в том, что Ева, да, вот ей даже не дается право на какой-то великий грех, она просто оказалась слабой перед лестью, и вот это ее shallowness, вот очень емкое слово, мне кажется, это ее интеллектуальная какая-то поверхностность, ее вот, ну, неинтересность, что ли, вот является каким-то основным качеством, а вот в мечте она наоборот должна была быть self-willed, selfish and disobedient, но этого не происходит. То есть образы, которые вот в творчестве поэтическом Мильтона, причем их разделяет очень большой промежуток времени, они ни в коей мере, конечно, женщин вот даже не воспевают, я бы сказала. С другой стороны, вот известно, что вот такова была его судьба, что окружен он в семье был все время женщинами, то есть кроме его племянников, которых он учил, детей и его сестры, значит, соответственно, вот все у него были дочери, там был ребенок мужского пола, но он умер в младенчестве, и дальше сначала было три дочери от первой жены, и потом, когда он женился во второй раз, первая жена умерла, когда он женился во второй раз, там были дочери вот его второй жены. И вот здесь вы видите очень известные картины, Мильтон диктует «Дочерям потерянный рай», они почти одинаково называются, одна принадлежит кисти Жены Долкруа, другая менее у нас может быть известного художника венгерского происхождения, хотя это вот Мукачево, да, эта территория когда-то была Советским Союзом, то есть, но это было в 1878 году он родился. И вот образ Мильтона как вы видите живописный, совершенно разный, то есть вот здесь действительно такой старый больной слепец, как ну он вообще на самом деле ослеп в 44 года, то есть не таким старым, а здесь в общем даже не сказать, что старик, но во всяком случае видно, что у дочерей к нему отношение здесь такое ну скорее благоговейное, чего на самом деле не было, потому что по свидетельству ряда исследователей он их заставлял вот это вот все записывать, поскольку он не мог этого делать сам, и причем записывать не только потерянный рай, а еще какие-то вещи на разных языках, которых они толком не знали, и они все это дело совершенно ненавидели, но вот им приходилось подчиняться. что вот такого вот еще есть вот в биографии Мильтона, что подсказывает определенные особенности его характера и его биографии, его взаимоотношений с людьми. Дело в том, что когда он поступил в колледж Христа в Кембридже, ему было 16 лет, он там учился в возрасте от 16 до 21 года, и прозвище его было The Lady of Christ. Тут интересная моя собственная такая маленькая история получилась, потому что сначала в одном из источников было написано The Lady of Christ, и я сделала из этого вывод, что его сокурсники ориентировались на его скажем такую набожность, о которой много пишут, и какие-то вот вещи, что вот как будто он как монашка, но непонятно было, почему же вот в женском роде, а дело в том, что ну вот эта фотография, то есть простите, портрет, он несколько более ранний, но везде пишут, что у него были очень тонкие, совершенно женские черты лица в детстве, в юности, и вообще он был очень-очень такой субтильный, тонкий во всех смыслах, и в то же время вот восприятие мира его было в каком-то смысле женским, это даже отмечается, потому что он подмечал вот все какие-то нюансы, которые обычно мужчины не замечают, и потом я вот свою ошибку поняла, когда я оказалась в Кембридже, вот это дайнинг-холл, да, и там портрет, вот этот портрет, он увеличен, он находится вот на задней стене, в этом колледже также учился Чарльз Дарвин и Мильтон, и просто это так вот немножечко фотографии этого колледжа, и потом вот оказавшись простите, оказавшись в одно, это даже не папа какое-то там место, вот там было написано про всю эту историю, The Lady of Christ, и дело в том, что вот потеряли апостроф в первом источнике, вот из-за этого пошла путаница, и тут вот как раз написано, что это вот его внешность, и вот он был таким весь тонким и восприимчивым, и не очень здоровым, кстати, вопрос со зрением, это тоже что-то из детства, а он очень много читал, в какой-то момент ему сказали, что не нужно столько читать, вы совсем ослепнете, но он не пожелал послушаться, вот, то есть вот такая предыстория. Уже 15 минут, да? 15 минут. Ой, ну сейчас я заканчиваю, просто вот про самое-то еще про развод, да, здесь я тогда пропущу, про трактат о разводе и про образование, буквально мне две минуты тогда, вот по поводу взглядов общества на воспитание девочек, я хочу продолжить то, что рассказывали, но только совсем с другой стороны, попалось руководство для акушерок, которое было выпущено вот тогда, да, в 17 веке, и в этом руководстве четко написано, что мальчикам нужно оставлять пуповину побольше, а девочкам нужно ее как можно короче обрезать. Почему? Потому что девочки должны молчать, а пуповина, она ассоциируется с ораторским каким-то вот искусством, красноречием, а мальчикам нужно этим владеть, ну и к тому же еще и с мужской силой, то есть вот даже в акушерстве тогда такие взгляды были. И вот по поводу образования, Мильтон написал совершенно чудесный трактат об образовании, но у него здесь возникла полемика с Яном Амосом Каменским, как все знают, великим педагогом, реформатором системы образования, потому что Каменский как раз говорил, что девочек нужно обучать, девочек нужно воспитывать. У Мильтона это все направлено только на мальчиков, которых нужно вот соответственно. И его женитьба, вот здесь вопрос очень интересный, то есть считается, что этот трактатор о своде был под влиянием его собственного неудачного брака, но когда я стала заниматься этим вопросом, в общем-то прямых доказательств, что именно так было, нет, но есть доказательства другие, что на самом деле опять то, что звучало уже сейчас, что в других докладах, что его революционность там была, потому что он впервые заявил о том, что нужно разводиться, если есть несовпадение характеров, но на самом деле девушка, это Мэри Пауэлла, она была довольно глупа и плохо образована, и вот, то есть несчастье состояло в этом, а он считал, что жена должна быть «good companion», «good intellectual companion». Но дальше уже вот тут можно развивать эту мысль по-разному, ну вот, про доктрину я сказала, и вот просто выводы, что это иносказательное продолжение вообще «Потерянный рай», и они всегда их противопоставляют, это не так, значит, не стремился освободить женщину, но в реальной жизни трудно находить общий язык с женщинами и болезненно ощущал разрыв между идеалом и реальностью. Все, спасибо, извините, если я слишком... Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Спасибо. Ну и у нас в завершении данной части работы нашей секции четвертая английская кафедра Богузина Елена Ильинична. Вам слово, пожалуйста. Мой доклад посвящен героиням Джейн Остин «Особенности национального характера». Вальтер Скотт говорил о Джейн Остин. Эта молодая дама обладает уникальнейшим, на мой взгляд, талантом, искусством тонкого штриха, которое правдивостью описаний и передачей чувств сообщает интерес банальным вещам и характерам. Почему произведение Джейн Остин пользуется таким огромным успехом? Ну, прежде всего, это захватывающий и динамичный сюжет. Это глубокое раскрытие психологических особенностей национального характера. Автор анализирует весь спектр переживаний героев в поиске счастья. Джейн Остин погружает читателей в женский мир ее героиней. Ей свойственен искрометный юмор и легкость пера, реалистичность и достоверность жизнеописания английского характера. героинь Джейн Остин можно сравнить с английской розой, розой Федоров, в которой есть и красные и белые лепестки. Она нежна, красива, но обладает очень острыми шипами. Шекспировские пьесы и роман Джейн Остин настолько живые и гибкие, что их можно воспринимать как под одним углом, так и под другим. Затем, свершив обряд, соединим мы с белой розой алой навеки. Ты долго их борьбой терзал с неба взглянишь с улыбкой на их союз. Основным источником вдохновения автора была ее семья. Джейн Остин родилась в 1775 году в Гемшире на юге Англии в семье Викария. У нее было шесть братьев и любимая сестра Кассандра. В семье была большая библиотека, которую собрал отец Джейн Остин и семья часто ставила домашние спектакли, Джейн принимала в них активное участие, огромное внимание уделялось образованию детей. Джейн знала французский, итальянский, была искусственным музыкантом и именно отец впервые увидел в дочери дар большого писателя. В самых ранних ее дней он поддерживал ее, но прежде всего он купил ей переносную конторку красного дерева, с которой она не расставалась до конца жизни. Он покупал ей бумагу, дорогое удовольствие по тем временам. И все свои произведения Джейн читала прежде всего своей семье. От матери Джейн унаследовал чувство юмора. Много черт характера своих героев Джейн списывала с характера членов семьи, друзей и знакомых. Ну, например, преувеличенное внимание к своему здоровью, мнительность, которая является одной из черт английского характера, Джейн списала со своей матери. Центральная тема произведения Джейн Устин это женский мир. Это вопросы любви и брака, своими отношениями в семье, женское образование и карьера, пути к достижению счастья. Первое произведение Джейн Устин написала в 16 лет, в 1791 году. И оно называлось «История Англии, написанная очень пристрастным и невежественным историком». Это первое свое произведение она посвятила своей сестре Кассандре. И далее последовали шесть захватывающих романов. Это «Разум и чувства», «Гордость и предубеждение», «Ватингемское аббатство», «Эмма» и «Мэнстерфарк». Традиционный ответ на вопрос «Что же заставляет счастье женщины это удачное замужество?» Джейн Устин в своих произведениях ставит этот вопрос шире. Каков смысл жизни и что сделает женщину счастливой? В своих произведениях автор пытается дать ответ на этот вопрос, давая целую галерею женских образов. Каждый женский персонаж решает этот вопрос для себя, что является самым важным жизнью и тем самым проявляет особенности национального характера. Говоря о лепестках английской розы, на первый план стоит выдвинуть здравый снос, так называемый common sense, то есть объективную оценку себя, ситуации, перспектив на будущее. Ей обладает большинство положительных героинь, в том числе Элизабет Беннек из произведения «Гордость и предупреждение». Что важнее, деньги, положение в обществе или личность избранника? Элизабет решает, что личность избранника гораздо важнее. Ей противопоставлена героинь Шарлотта Лукас, ее любимая подруга, которой уже 27 лет, она бедна, некрасива, но умна. Она любима всеми английскими читальницами. Она решает, что главное в жизни это хорошо устроиться. Вот такая цитата из произведения «Гордость и предупреждение». Выгоды ее были в основном удовлетворительны. Мистера Коллинза, разумеется, нельзя было считать ни умным, ни симпатичным человеком. Общество его было тягостным, а привязанность к ней несомненно воображаемой. Но тем не менее ему предстояло стать юбором. Говоря о шипах английской розы, можно выделить такие характеристики, чрезмерная практичность и меркотельность. Это подтверждает и образ миссис Беннет, который порой чрезвычайно практичен и прямолинейная мать Элизабет. Это Люси Стил, которая быстро переключила свое внимание с брата лишенного наследства, но другого, унаследовавшего его. Это безусловно образ леди Кэтрин Деберр. Дарси должен пожертвовать любовью и приумножить свое богатство, женившись на ее болезненной и некрасивой дочери. Одно из положительных и характерных черт как англичан и англичан это умение сохранить лицо и достойно держаться в трудной ситуации. Так называемое выражение to save face and have a stiff chin, то есть не дрогнуть и ничем не выдать своего разочарования или своих чувств. Эти характеристики очень хорошо показаны в образе двух сестер. Марианне и Элинар из произведения «Разум и чувства». Мариана страдает от разбитого сердца и пытается выяснить отношения с любимым на людях, чем нарушает законы привычия поведения в обществе. Позже она пожалеет об этом и скажет «Так, мое сердце стало лучше, и я способна выполнять свой светский долг и соблюдать общепринятые правила поведения с крутостью и терпимостью». Ее сестра Элинар ничем не выдает своих чувств и вознаграждена автором за свое терпение, заполучив любимого мужья. Однако в этом произведении совершенно очевидно прослеживается симпатия автора именно к Марианге. Она симпатизирует искренности ее чувств и мастерски раскрывает ранимость женского сердца и трагедию несущихся надежд. Из еще одних характерных шипов английской розы стоит подчеркнуть мнительность, преувеличенное внимание к своим болезням. Автор, я уже говорила, проводит параллель со своей матерью. Кстати, это качество мнительности англичан отмечает и Вилки Коллинз в своем произведении «Женщина с делом». Мисс Бингли и мисс Херст олицетворяются на бизнес и лиценерии. Они мечтают о выгодных браках для себя и для своего брата. Произведения Джейн Устин достаточно легки в чтении, даже в оригинале. То есть студент, обладающий средним уровнем знания языка, скажем, уровень intermediate или upper intermediate, легко справится с чтением произведений Джейн Устин в оригинале. Она действительно обладает необыкновенной легкостью пират, и все, о чем она говорит, в том числе и о характере англичан, проходит сквозь призму юмора. то есть автор необыкновенно тонко подмечает и достоинства и недостатки своей героинь через эту призму юмора, что делает ее произведения солнечными и одновременно глубокими и легкими для чтения, многие из которых читаются буквально на одном дыхании. Профессор университета колледжа Лондона Джон Маллен назвал Джейн Устин первой леди английской литературы. Литературную технику не собственно прямой речи изобрела именно Джейн Устин где-то за своим столом в Хэмшире. Одним из примеров такой легкости и такого подчеркивания мнительности англичан через призму юмора можно показать на образе миссис Беннетт. Миссис Беннетт лежала в кровати выискивая у себя новые ужасающие симптомы которые далеко не всегда совпадали с диагнозами доктора. Она жаловалась на астму отеки грудную водянку печеночные колики но они нисколько не мешали ей находиться в водром расположении духа. Автор высмеивает также и снобизм который присущ английскому обществу и присмыкание перед знатностью и богатством. Она высмеивает приверженность высшего общества к карточным играм в отличие от чтения и присмыкания перед пустоголовыми но заслуганными областниками. Говоря о значимости произведений Джейн Остин стоит обратить внимание на то, что Джейн Остин одна из первых английских писателей привлекла внимание общества к решению женского вопроса. Прежде всего это женского образования. Материальные и социальные зависимости от мужчин. Так, сама Джейн Остин всю жизнь была зависима от своего отца и от своих братьев впоследствии. Она была вынуждена писать под мужским псевдонимом в начале своего творческого пути. произведения Джейн Остин необыкновенно реалистичны и достоверны. В описании уклада английской семьи, в описании роли женщины в обществе, даже тех мест, городов, если внимательно читаться, то вы это все будете наблюдать в тех местах, о которых писала Джейн Остин. В частности, я побывала в городе Бат, где она описывает конкретно места, улицы, променад. Такое ощущение, что она описывает это сегодня и сейчас. Поэтому историческая ценность произведений автора просто огромна. Что касается наследия Джейн Остин, необходимо сказать, что в 1940 году было организовано общество почитателей Джейн Остин. На сегодняшний день существует несколько региональных филиалов этого общества, в том числе в городе Бат. Дом брата писательницы Чотанхаус и теперь является библиотекой, где собраны произведения первых женщин-писательниц. В городе Бат открыт дом музея писательницы и сотни туристов, в том числе и я, почитатели таланта Джейн Остин, с удовольствием приезжают туда, чтобы побывать на экскурсии, погулять по городу, по музею и, кстати, посмотреть на ежегодный костюмированный фестиваль Джейн Остин с праздничным шествием по променаду в центре города. Популяризация произведений автора сделано очень много для популяризации романов и произведений Джейн Остин. В том числе, назовем несколько аспектов. Прежде всего, это выход книги Клэр Томмелин «Жизнь Джейн Остин», которая буквально по крупицам собирала факты биографии писательницы, потому что сама писательница не хотела, чтобы факты ее биографии стали известны. Эти факты были собраны из ее переписки с ее сестрой Кассандрой. Опубликование произведений ведущими издательскими домами, в том числе Макмиллан и Пенглин Хаус, Поблишинг Хаус. Почему для нас именно эти издательства, для нас две педагоги, я имею ввиду, и для студентов важны эти издательства. Они специализируются на выпуске классической и современной английской, в том числе и американской литературы, для студентов, изучающих английский язык всего мира. Все книги ранжированы под уровень владения языком студентов. Что касается Великобритании, произведения произведения Джейн Остин включены в школьную программу английских школ. Огромное значение в популяризации Джейн Остин, в произведении Джейн Остин является экранизация произведений авторов. Совершенно замечательный пример такой экранизации является экранизация романа «Бородость и предубеждение». Экранизация с самого начала до конца процесс экранизации длился 9 лет. И, конечно, создатели этой экранизации искали спонсора. И далее следующую рекламу британских газет «Секс и деньги» шелунишка Джейн Остин в таблоизах для рядового читателя, чтобы привлечь внимание читателя и обывателя читателя. И тут же более серьезные и уважаемые газеты сразу публиковали карикатуру на эту рекламу. В частности, газета «Гардиан» в 1990 году написала «Давайте включим сцену с раздеванием в экранизацию мисс Остин». С одной стороны, мы говорим, что произведение Джейн Остин очень хорошо известны. А с другой стороны, группа продюсеров, которая реализировала этот роман, столкнулась с незнанием Джейн Остин, особенно в Америке. То есть группа продюсеров, естественно, искала компанию спонсоров. и в итоге нашла такого спонсора, это Arts и Entertainment Network New York, готова вложить в проект миллион долларов. Между продюсером и спонсором состоялся следующий телефонный разговор. Говорит Энбер Дэвис из романа «Гордость и предубеждение». Романа какого? Романа? Джейн Остин. Прочитайте по буквам имя автора. Ее книги хорошо продаются? Очень. Сколько всего экземпляров продано? Вы имеете в виду с 1813 года? Она что, умерла? Значит, она не сможет издавать автографы? Изучение творчества Джейн Остин особенно важно с моей точки зрения для студентов международного профиля. Так как я работаю в том числе веду курс «Лингвы страноведения и домашнего чтения», безусловно я задумываюсь над тем, как можно включить эти произведения и каким образом повысить мотивацию студентов к чтению в целом и их мотивацию к изучению английского языка. А значение творчества огромное. Прежде всего это расширение и глубокое понимание особенностей национального характера англичан, что особенно важно для студентов международного профиля. Это мотивация к чтению на английском языке и в конце концов поиск ответов на жизненно важный вопрос, о цели жизни, значении семьи и жизненных приоритетах. Вкратце, чем я сейчас занимаюсь, это обдумывание моделей интегрирования изучения классической английской литературы в программу обучения студентов. Как это сделать? Программа лингвы страноведения и программа домашнего чтения для студентов. Я уже давно занимаюсь интегрированием современных технологий в образовательный процесс. Это образовательные веб-квесты и мы по этой технологии занимаемся в магистратуре на кафедре МВДА. Это очень интересно, студентам это очень нравится, познавательно, интересно. Такой же метод это проектный метод, который включает элементы видео, элементы интересных заданий, а не только грамматических и стилистических. Вот разработка вот такого вида задания конкретно для курса лингвы страноведения я сейчас обдумываю. Что если сказать о памяти, говорить о памяти Джейн Остин, журнал Солсбори Уинчестера написал следующую речь. В пятницу 18 июля 17 года в нашем городе скачалась мисс Джейн Остин, младшая дочь усопшего преподобного Джорджа Остина, выстоятеля стиленского прихода, автора Эммы, Мэнсет Парк, гордость и предупреждение, чувство и чувствительности. Ее манеры были изящны, привязанности к речи, чистота сердца несравненная. Она жила и умерла как подобает подлинный смиренный Мэнсет Парк. Спасибо вам. с сообщением «Феминизм как мейнстрим XXI века». У нас есть такая договоренность по предыдущей части, что мы ориентируемся на 10 минут сообщения плюс пределах 5 минут дискуссия по сообщению. Я буду очень просить наш регламент выдерживать. Пожалуйста, Марина Григорьевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рада вас видеть в этот солнечный и жаркий день. И что вы пришли послушать и поучаствовать в дискуссии. Я выбрала эту тему феминизма не случайно, потому что сейчас очень много говорят об этом, и это слово звучит довольно часто, и тема реально злободневная. В качестве примера могу привести следующее, что в Гражданском кодексе Франции даже появилась статья, которая называется не «Омисида», а «фемисида». «Фемисида» от слова «фам», и суть этой статьи заключается в том, что она карает любое преступление, где предусмотрено нанесение вреда здоровью женщины. Во Франции эта тема настолько популярна, что каждый день можно в прессе прочитать или прослушать ту или иную информацию по поводу этих преступлений. То муж обычно это бывает избил до полусмерти жену, то нанес ей разные тяжкие речки. Я на самом деле выбрала это как мейнстрим, но на самом более существенном. Больше посвящено элементам гуманитарной культуры истории и ее оценки. Итак, одним из мою презентацию видна моя презентация? Одним из компонентов мировоззренческой платформы человечества выступает гуманитарная культура, которая является условием отражения этических принципов, играющих роль побудительных мотивов, различных стремлений руководства к действию для объединения групп, движений, партий и ассоциаций. Но это чтобы в принципе понять, откуда берется этот термин. Есть такой политолог Ирина Крыкова, которая четко дала следующее определение. Социальное движение женщин как отрасль социально-культурного движения выступает условием развития принципов демократии, идеалов гражданского общества и необходимой составляющей процессы культурных преобразований в гуманистическом контексте. Я хотела обратить ваше внимание на то, что существуют различные течения феминизма. Прежде всего речь идет о радикальном феминизме, который призывает к радикальному изменению общества и устранению мужского превосходства в социально-экономических сферах. Радикальные феминистки считают общественное устройство реально патриархальным. Мужчина является доминантом. Можем сказать, что представительницы такого течения радикального, например, Робин Морган, который родился в 2009 живет в нынешнее время, Мерлин Френч в 1929 и 2009 году. Кроме этого, речь идет о анархофеминизме. Мы чуть-чуть попозже посмотрим эти течения. Это я как бы просто как вступление. Анархофеминизм это слияние анархизма и феминизма. Анархисты основываются на том, что само по себе течение анархизма является политической философией, которая представляет себя всем властным отношениям, по сути, и является в общем-то феминистическим. Анархисты и феминистки считают, что семейный брак подавляет индивидуальный рост, и что это экономическое соглашение, за которое женщина сама платит уже своим именем, своим самоуважением. Ярким представителем является Сьюзен Браун, гражданка Англии, Пегги Карнегер, гражданка Соединенных Штатов Америки. Еще одна волна это суфражиское движение, но о нем конкретно мы поговорим чуть позже. Итак, вот вы видите, что феминизм это прежде всего идеология, которая направлена на расширение политических, экономических, социальных прав женщин, другими словами, женщина борется за права, ущемляющиеся по половому признаку. Таким образом, феминизм это социальное движение, социальное движение женщин. Остановимся на этом. Что такое социальное движение женщин, за что они конкретно борются? Прежде всего, это домашнее насилие, которое распространено во всем мире и, между прочим, в России также. Дальше равная оплата труда. мы знаем, что женщины раньше, сейчас это нивелируется, получали зарплату меньше, чем мужчины. Дальше, что касается социального движения женщины, это, конечно же, избирательные права, потому что до еще 2015 года женщина участвовала в избирательном праве везде, во всем мире, за исключением некоторых арабских государств, но, тем не менее, редко, когда выбирали женщину на руководящие посты. Ну и последнее, что сюда входит, в социальное движение женщин, это репродуктивные ее права. Что касается отрасли социально-культурного движения, речь идет о социально-культурном равенстве мужчин и женщин. Ну и известно, что положение женщины в обществе является одним из критериев уровня развития общества, степень цивилизованности общества, его приверженности, понятие гуманизма, равенства, в том числе и милосердия. В понятие феминизма входит также условие развития принципов демократии, ведь идет здесь о гендерном равенстве. Женщины и мужчины должны быть равны и равным образом раскрывать свой потенциал. участие в политической жизни равным образом, в работе органов государственной власти, усиление поддержки женщины на выборах, но здесь немножко перекрещает в принципе отражение именно первого пункта. Что касается четвертого, пятого, это феминист включает в себя результаты развития идеалов гражданского общества, потому что гражданское общество без участия женщины невозможно и социальное преобразование в гуманистическом контексте. также очень важный момент. Таким образом мы можем сделать вывод следующий, что в центре дискурса о феминизме это в принципе основными пунктами является следующее это разделение на личное общественное очень важный момент патриархат пол равенство тендеры и различия по половому признаку. Но мы можем сейчас немножко время уделить идеологии феминизма идеологии кто идеологам феминизма вообще в целом я хотела сказать что идеи близкие к феминизму циркулирует западной культуре еще со времен античности в пятой главе государства Платон например сообщается если во-первых нет никаких препятствий для того чтобы женщина была правителем это еще Платон сказал если женщина достаточно разумно талантлива то она должна обладать теми же правами что и наиболее разумные и талантливые мужчины первой феминисткой вот она у нас здесь на первом плане первой феминисткой обычно называют англичанку она вошла в историю уже англичанка Мэри Олстон Крафт она ставит это женщина жила в конце 18 столетия она написала довольно известный трактат защиты прав женщины в конце 18 столетия ну понятно что в конце 18 столетия она ставит вопросы которые ну как бы переживало общество того времени а именно английское общество но в своем трактате она говорила следующее насколько женщина отлична от мужчины насколько справедливы обвинения женщины в недостатке у нее разума как на роль женщины влияет материнство домашний труд ее главный лозунг который скандал вызвал состоит в том что женщина может самостоятельно распоряжаться своей судьбой но здесь еще вот вы можете увидеть мужчину который тоже был сторонником феминизма как ни странно классик либеральный философ Джон Стюарт Миль 1869 год но это середина уже 19 века он опубликовал трактат подчиненность женщины в защиту женских прав большинство мужчин ну понятно были настроены резко против феминизма и этому было объяснение ну прежде всего мужчины просто не могли понять чего хотят женщины один автор мужчина даже заявлял в ответ на публикацию трактата олстон крафт что требования защиты прав женщин столь же нелепо как требования защиты прав домашних животных можете себе представить что сравнили женщину с домашними животными что касается ну вот здесь мы можем увидеть Вольтера Дидро Руссо которые также высказывались за независимое положение женщины независимое от мужчины и отстаивали роль женщины в истории кроме этого можно найти конечно же дискурс феминистский в трудах утопистов Сен-Симон Фурье которые рассматривали отношения между полами как первооснову социальных противоречий так теперь мы перейдем непосредственно чуть-чуть поговорим о России феминизм в России берет начало 18 веке и коренится во влиянии на русское общество идей великой французской революции которая была в 1789 году и идей просвещения передовое наше русское общество следило за событиями во Франции где соответственно в ходе революции были также требования выдвинуты освобождение от деспотизма женщин но возникновение нового отношения к женщине конечно относится к эпохе Петра Великого и подкрепляется появлением нового типа женщины которая готова стремиться участвовать в общественной жизни мы можем назвать конечно же среди таких имел как Екатерина Вторая Дашкова графиня Разумовская Воронцова Нарышкина и так далее целью усиления скажем так социализации это термин который также сейчас звучит социализации женщин способствовало женское патриотическое общество которое было создано в России в 1812 году оно положило начало истории организованной женской политической активности в России известной степени деятельность женщины в России была продолжена последовавшими за своими мужьями декабристами и декабристками Трубецкая Волонская Уварова Муравьева можно сказать что крупнейшим в принципе событием в истории российского женского движения это было даже чуть позже в 1908 году первый всероссийский женский съезд который собрал аж более тысячи участниц в ходе этого съезда были фаминистками российскими того времени были поставлены следующие задачи объединить женщина в движение но они тогда еще не называли себя на самом деле феминистками и соответственно своими задачами в то время феминистки которые собрались на съезде видели также благотворительность благотворительной деятельности женщины взаимной поддержки в трудовой помощи но и в том числе и просвещения но однако против такого объединения выступали представительницы пролетарского женского движения во главе скалантай известный всем называвший либералок она их называла буржуазными феминистками и призывала не идти на поводу дам благотворительниц можно назвать первые декреты советской власти о гражданском браке гражданском браке это был первый декрет который в 1918 году и в ходе этого декрета женщина могла сохранять даже свою девичью фамилию декрет от 1920 года это признание права на обо ну что мы можем еще сказать 15 минут уже у нас с вами ой да что вы я еще хотела да ну давайте я об этапах быстро скажу про суфражист у нас еще выступающих практически все по списку да ну я только пройду быстро скажу о суфражистском движении ну хотелось конечно амитоу рассказать но если не получается то суфражистское движение это 19 начало 20 века основными тенденциями которые выступали борьба за равноправие женщины в вопросах распоряжения собственностью своей наделение женщин политическим правами потому что женщины не имели права на свою собственность правом голоса не имели права голоса не имели в то время еще ну я могу подкрепить это различными конвенциями ООН но так как нет времени поэтому быстро скажу о втором этапе это 1960 год видите довольно большой промежуток времени прошел это движение за права женщины которые даже после 60-го года которые проповедовали идеологию равенства женщин и мужчин ну в принципе их всего 4 этапа и последний этап это начало где-то 2010-й 2013-й год и ну все идет о расширении возможности женщины участвовать в социальной жизни это мы быстро как бы с вами про современный феминизм права женщины во всех государствах в социальных сферах в настоящее время воспринимается в принципе как должное и женщины прошли длительный довольно тернистый путь как мы видим на пути завоевания своих прав но вот я хотела сказать о том что в 2017 году новое движение волна выступления женщин которая связана с движением оно себя назвало мету где-то оно у нас здесь было хештег быстро распространился в социальных сетях наверное вы знаете о скандале объединения кинопродюсера Харви Вайнштейна новый виток дискуссии о насилии злоупотреблении власти в искусстве и безнаказанности начался в феврале 2020 года совсем недавно когда Роман Поланский в феврале 2020 получил сразу три премии Сезар считающийся французским скажем так Оскаром и был лучшим режиссером а его признали ранее виновным незаконной половой связи с 13-летней девочкой моделью в 70-е годы ну я могу сказать что феминизм все чаще и чаще ассоциируется сейчас в последнее время с агрессивными грунтами амбициозными неадекватными иногда даже действиями женщин которые отстаивают свои права поэтому вот немного такое негативное даже оттенок приобретает это движение это вызвано рядом взаимосвязанных причин ну это перерастание классического феминизма в радикальное о котором я уже вам говорила есть еще причина патриархально менталитационное мировоззрение которое распространено например в российском обществе а также у жителей восточных азиатских регионов ну кроме этого можно сказать в качестве причины вот этого негатива это смешение разных учений современного учения и учения которое было в времена французской революции потому что в принципе конечно требования женщины сейчас и требования женщины француз времен французской революции отличаются подведение итогов так как я тороплюсь да следует ответить ну все тогда я как бы заканчиваю и в общем-то я не фаминистка могу сказать но иногда женщину в их движении могу поддержать давая в принципе ну трезвую оценку движения феминизма в современном обществе вот как бы это мой кратко доклад спасибо большое Марина Григорьевна но я честно говоря даже боюсь здесь так сказать пускаться в какие-то вопросы потому что тема на самом деле очень тонкая и мягко говоря неоднозначная поэтому я думаю что в таком информативном плане нам более чем достаточно интересно было вас выслушать вот ну а так сказать дискуссия здесь на самом деле конечно дискуссия может быть очень долгой потому что как бы кто-то признает это движение кто-то отрицает это движение конечно когда читаешь французскую прессу и просто на самом деле диву даешься когда погибают 25-летние девушки от рук просто злодеев и непосредственно хочется встать на сторону феминистов которые защищают эти права с другой стороны если взять радикальный феминист то конечно здесь много вопросов по этому поводу нужно ли его признавать или нет это большая это глубокая философия но тем не менее это существует это реальный мейнстрим и об этом сейчас говорят но мы можем сказать что в общем-то есть какое-то положительное влияние а именно заключается оно в том что мы видим сейчас женщин на руководящих постах и что в общем-то женщины как и мужчины в нашем обществе ну можно сказать в российском обществе они имеют такие же права что и мужчины спасибо большое ну слава богу что пока в российском обществе цена ответственности за сказанное слово она меньше чем в западном обществе но приходится тоже зачастую за словами серьезно следить вы знаете вы знаете да но сейчас вот это гендерное равенство оно настолько вот в принципе актуально что даже если на руководящий пост выбираются женщины или мужчины чаще даже предпочтения уже стали отдавать женщине это опять-таки реалии реалии жизни конечно это реалии жизни спасибо большое Марина Григорьевна я с удовольствием передаю слово нашей гости из МГЛУ доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области политических наук МГЛУ Нагаевой Ксении Эдуардовне спасибо большое секунду Толя Толя секундочку пожалуйста Толя 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 вы спасибо Спасибо. Ксения Эдуардовна, у вас микрофончик выключен. Извините, пожалуйста, за технические накладки. А было слышно, что я говорила про Олимпию Дегуш, нет? Мы попросим вас сначала начать. Да, значит, дело в том, что первой семинисткой была на самом деле Олимпия Дегуш. И Олимпия Дегуш опубликовала свой трактат о правах женщины и гражданки на год раньше, чем Мэри Уэллстон Крафт. Это, собственно, мое дополнение к предыдущему докладу. Мы с удовольствием послушаем ваш доклад. Единственное, коллеги, я очень прошу все-таки выдерживать регламент. Иначе мы рискуем не успеть до окончания работы нашей секции. Да, значит, я свой доклад буквально кастрирую на живую нитку, потому что он был рассчитан не только на биографию Марии Антонетты, но на связанные с ней лица. И вынуждена читать для сокращения времени, и поэтому доклад очень потеряет в драматизме, но тем не менее. Так, а почему у меня источники возникли? Ой, а что происходит? Может, мы вашу презентацию запустим? Вы нам присылали? А мы запустили. Секундочку, подождите, пожалуйста. Мы вашу презентацию все не должны. А, так это запустили презентацию. А, понятно, мою презентацию запустили, я ее на всякий случай послала, но только на всякий случай. Мне нужен первый слайд, пожалуйста. Вот, спасибо. Потому что я просто не разберусь. Я ее так сократила. Значит, как вы видите, тема не соответствует заявленной. Почему? Выбор данной темы обусловлен не монархическими настроениями, но исключительно количеством цитат, вошедших в разного рода словари крылатых выражений, как французских, так и русских. Изменение темы также связано с тем, что в этом докладе будут рассмотрены лишь цитаты и крылатые высказывания. Второй слайд, пожалуйста, покажите. Значит, я ориентировалась на крылатые выражения и то, что на французском языке называется то есть цитаты. Третий слайд, пожалуйста. Вот вы видите лингвистическую часть моего доклада, которую я также опускаю. Следующий слайд, пожалуйста. Мария Антуанетта, дочь императрицы Марии Терезии Автористской, с молодых ногтей была предназначена своей матерью жены-наследнику французской короны. 15-летней девочкой она была привезена к французскому двору, где ей пришлось пережить много унижений и ожидания своего царствования. Я попрошу вас пропустить следующие. Три слайда, наверное, так. Следующий еще. И еще следующий. Покажите, пожалуйста. Вне всяких сомнений. В начале своего... И еще следующий. В начале своего царствования Мария Антуанетта была кокетливой и легкомысленной. И расточительной. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Легко понять, учитывая ее молодость, отсутствие не только не разделяло ее жизни, но избегало супружеского ложа. Ой, а это... Хорошо. Впоследствии ситуации изменилось. Однако королева уже создала себе дурную репутацию в народе. Ее считали более развратной, чем легендарная жена императора Тиберии Несалина, более коварной, чем его вторая жена, мать Нерона Агрепина, более жестокой, чем знаменитая отравительница 16 века, французская королева Екатерина Невуча. Все это вопреки реальности, так как Мария Антуанетта не обладала чертами ни одной, ни второй, ни третьей. Следующий слайд, пожалуйста. «Пусть едят пирожные». Это высказывание использовалось в 1790-х годах для дискредитации королевы. На самом деле оно появилось уже в царствовании Людовика XV. Следующий, пожалуйста. «Пусть едят пирожные». «Пусть едят пирожные». Собственно, не пирожные, а сдобная булочка. Данная фраза была впервые употреблена Руссо в исповеди, однако не совсем в том виде, в котором ее привыкли цитировать. Согласно Руссо, эту фразу произнесла молодая французская принцесса, которую народная молва, а также многие историки отождествили впоследствии с Марией Антоной. «В действительности королева на тот момент достиг возраста с дрелости, потерения, если не поношения, в ответ на просьбу королевских ювелиров приобрести дорогое бриллиантовое колье произнесла другую фразу, свидетельствующую о ее духовном росте и пробудившемся интересе к проблемам королев. Следующий слайд, пожалуйста. Мы должны увидеть, что нам нужен корабль больше, чем ожерелье». В начале революции, когда королевская чета была насильно привезена из Версаля в Париж, генерал Лафайет, герой Нового Света и французской революции, защищая королеву от разъявленной трампы, произнес. Следующий слайд. Королева была обманута. Следующий слайд. И обещает, что больше... А можно нам? Вот. Вот. Значит, это произнес генерал Лафайет. «Между тем, после принятия конституции королевскую чету прозвали господин и госпожа Вету. Вета в Паровске». Вот, спасибо. Что было связано с их правом налагать вето на законы, принимаемые национальным собранием. Этим правом они пользовались без стеснения. Знаменитая революционная песня Карманьола, призывающая повесить всех аристократов на фонарях, оправдывала заключение королевской четы «Ты в крепость там, ты приписывая к королеве намерение перерезать весь Париж и всех поставить на колени». Дальше у нас пойдет Марсельеза, но я так подозреваю, что... Это не Марсельеза, а Карманьола. Я так подозреваю, что нам некогда ее слушать, поэтому через слайд нам покажите, пожалуйста. У королевской четы был только один выгод на свободу – бежать. Еще один слайд. Об этом королева писала своему другу Ферзену. Однако бедствой не удалось. Сначала королю, а потом и королеве пришлось предстать перед революционным трибуналом. Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот этот вот, пожалуйста. «На что гордая королева сказала, что они могут быть умными плачами, но не судимыми». И король был с нами не судим, а гражданами Капета по фамилии его дарь и ее называли. «Как бы чувствую, что произойдет на неправедном и неправедливом суде. Не только в законе против республики все это обвинение». «Была настолько потрясена таким чудовищным обвинением, что ничего не ответило. Когда же ее спросили, почему она молчит, сидящая в зале? Следующий слайд, пожалуйста, покажите. Еще один слайд. Если я не ответила, то потому что... Можно предыдущий слайд? Если я не ответила, то потому что сама природа противится отвечать на подобное обвинение, сделанное матери. Я призываю, я взываю ко всем матерям в этом зале. И, как и ожидалось, Мария Антуанетта также приговорили к смерти. Время всего суда она сохраняла поистине как в своей газете «Итар Душене». Пожалуйста, следующий слайд. Я даже не буду это вам произносить, потому что это слишком ужасно. И последними словами королевы стали «Прощайте, дети, я иду к своему отцу». Следующий слайд, пожалуйста. И в заключение приведу слова французского философа и прозаика, основателя Народного университета в Кане, произнесенные на прошлой неделе на телеканале БФМ. Мы отрубили голову королю Людовику XVI, но с тех пор мы в трауре по этому королю. Конечно, это высказывание не относится к женщинам, но тем не менее оно хорошо описывает отношение французов к тому, что произошло. Высказывание облетело все новостные сайты и уже стало крылатым. Спасибо за внимание. К сожалению, доклад получился смазанным, но зато я, наверное, уложилась во время. Спасибо большое, Ксения Двардмена. К передуму, к сожалению, немножко еще были технические проблемы со связью, но мы все-таки постарались большую часть доклада услышать и понять. Спасибо вам большое. Я... Не было слышно? Что? Не было слышно? Ну, иногда были проблемы со связью, но... Не было ни слышно, ни видно. В целом, в целом было все понятно. Спасибо большое. Я передаю слово Волковой Анастасии Витальевне, преподаватель английского языка колледжа в ГИМО. Она нам расскажет об образе женщин в легендах и сказках мира. Да, я хотела бы рассказать о такой теме, потому что сказки являют очень важную роль в нашей жизни и являются одним из основных элементов фольклора любого народа. Ценность сказок в том, что они содержат культурные и мифологические особенности, систему знаний и окута отдельного взятого народа. И в данной статье мы рассмотрим женский образ в сказках и легендах русских, народных и некоторых зарубежных сказок. Проводя анализ сказок, мы должны упомянуть о том, что различные культурные наследия могут изменять некоторые детали, а иногда и полный костяк истории. Таким примером могут быть сказки братьев Гримм, чьи сказания подавались мощным модификациям на протяжении многих десятков лет. Староязыческие легенды с течением времени стали приобретать христианские мотивы. Однако даже то немногое, что осталось от сказок в наши дни, может рассказать нам подлинную суть и показать первоначальную форму истории. Времена менялись, века сменяли друг друга, одни культуры поглощали другие, менялись великие отношения к ним. Все это отражалось и в сказках. С давних времен сказки были не просто развлечением, они воспитывали, получали, конечно, формировали своего рода ролевые модели и поведения у подрастающего поколения. Женские образы в сказках в течение времени переживали сильные изменения, подстраивались под социальные тенденции. Например, с появлением галантеминизма принцессы в сказках, которые до этого были очень зависимы от обстоятельств и находились в ожидании прекрасного принца, ушли в прошлое. Не сразу, но со временем на смену устаревшему образу пришел новый, активный, уверенный в себе девушке, которая сама ищет свое призвание и строит свою жизнь. В 1937 году на экраны выходит первый полнометражный мультфильм от студии Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов» по мотивам сказки «Братер Гримм». А затем и в 1950 году выходит мультфильм «Золушка», снятого по рассказу Шарджа Перро. Несмотря на то, что эти сказки разных авторов, они являются народными и главные героини сказок имеют невероятное сходство. И Золушка и Белоснежка в раннем детстве потеряли мать, которая была добрая и ласковая. На ее место приходит жестокая мачеха, которая имеет большое влияние на слабую фигуру отца, которая, кстати, часто встречается в различных сказках, которая не в состоянии защитить свою дочь от издевательств своей новой жены. Мачехи выше указанных сказках абсолютные антагонисты, которые ведут себя похожим образом, но имеют разные мотивы. В случае с Белоснежкой мачеха завидует красоте и молодости юной девушки, а приемная мать Золушки ненавидит ее за то, что ее собственная дочь и не имеют тех качеств, которыми наделена ее пачка. Как упоминалось ранее, сказки меняются в зависимости от социальных нового времени, в котором они существуют. Когда вышла первая экранизация Белоснежки, главная героиня максимально была приближена к оригинальной версии. Она замечательная хозяйка, любит заботиться о других, невероятно добра, даже лесные звери любят ее. В своей жизни ничего не решает, покорно принимает все удары судьбы, не дает никакого отпора врагами, только ждет, когда ее спасет принц, которого она полюбила, хотя я видела всего раз в жизни до этого. В самом начале сказки демонстрирует, как быть хорошей хозяйкой, встретив гномов и начиная за ними ухаживать и заботиться, показывает образ примерной матери. Золушка, хоть во многом похожа на Белоснежку, такая же хорошая хозяйка, терпит все издевательства мачехи и сводных сестер, но уже у этой принцессы появляются некоторые бутарские черты. Она ослушивается матч, прилет на бал. Мы можем видеть уже некоторые сдвиги в обществе, но все же девушка опять играет роль жертвы, не дает отпор своим обидчикам, ждет, когда принц изменит ее жизнь к лучшему. Хотелось бы привести пример русской народной сказки Василиса Премудра. Она немного похожа по началу сказки, которые упоминались выше, однако характер Герени сильно отличается. Мы замечаем в этой сказке отображение самобытности русской культуры и некоторые этнические особенности. В самом начале сказки умирает опять же очень добрая мать Василиса, как и в предыдущих сказках. Мать заставляет на память дочери маленькую куколку, которая оказалась волшебной и давала советы своей хозяйке. Здесь, согласно некоторым источникам, присутствует метафора мать придает дочери мудрость, интуиции. Данный символизм часто встречается в русских народных сказках. Затем отец женится на жестокой властной женщине, у которой две дочки. Опять слабый отец, жестокая мачеха, смерть слишком доброй матери. Василиса вначале повторяет модель поведения зарубежных принцесс. Она придержанная хозяйка и выполняет все приказы приемной матери и сводных сестер. И когда мачеха решает избавиться от Василисы, она тушит в доме огонь и просит пачевицу сходить за ним в бадьяге, зная, что оттуда девочка живой не вернется. Василисе страшно идти в лес к старой ведьме, но она отправляется за огнем. Тут появляется еще один вызывающий интерес в женский образ. Бабаяга давно присутствует в русских сказках, обычно как отрицательный персонаж. Внешний вид ее устрашающий. Старая, сутулая женщина с большим носом, длинными черными ногтями, бородавками по всему телу. Так как она часто возится с лягушками, варит зелье, она ответа в лохмотье. Однако данный персонаж не так однозначен. Во многих сказках она оказывает помощь главным героям. А в сказке про Василиса мы можем видеть, что она еще очень мудра. Когда Василиса приходит к Бабеаге и просит огня, она дает ей различные здания, чтобы преподать уроки юной девушке. Но со старой ведьмой нужно быть очень осторожной, ведь она угрожает убить Василису за неповиновение или за излишнее любопытство. Но тут девушке помогает ее куколка, подаренная матерью. Бабаяга в итоге отдает Василисе череп с огнем внутри. На этом этапе мы видим, как изменилась героиня. Она стала смирее и мудрее. Когда Василиса возвращается домой с огнем в черепе, мальчика удивляется, что девушка выжила. Она жалуется, что она никак не могла разжечь огонь дома. Идет сравнение с домашним мочевом, которое мальчика так и не смогла разжечь в доме. Черепи наблюдает за мальчика и ее дочерьми, а ночью сжигает их. Достаточно неожиданный конец, который переносит слушателей из мира сказочного в мир реальный. Василиса это сказка о взрослении и инициации юной девушки, которая получает благословение, женскую мудрость и интуицию от матери в виде куколки. Возвращаясь назад к зарубежным сказкам, можно утверждать, что оригинальные версии золочки и благослежки изображают женщину в роли идеальной хозяйки и матери, послушной и без инициативной. Принцессы в этих сказках спасаются о злых мальчах и налаживают свою жизнь по сути лишь благодаря своей внешности и малознакомому принцу. Стоит отметить, что Василиса премудрая в этом плане очень прогрессивная сказка. Героиня справляется со всеми трудностями самостоятельно и ни на кого не надеяться. Устой общества меняется, роль женщины в обществе тоже, поэтому экранизация в 1989 году сказки Франца Кристиана Андерсона «Русалочка» отличается от своих предшественниц. Мультфильм отошел от оригинальной версии, режиссеры посчитали ее слишком трагичной. И Русалочка Ариэль бутующая, своенравная и очень любознательная. Она не хочет сидеть в замке и слушать своего отца, а решает сама управлять своей судьбой. В этой сказке мы можем видеть влияние нового времени. Потери волшебного хвоста хорошо иллюстрируют трансформацию от волшебного образа к реальному. Теперь она может твердо стоять на земле и управлять своей жизнью самостоятельно. Если говорить о современном женском образе сказок, можно заметить, как сильно изменились ценности и приоритеты в нашем обществе. В настоящее время женские персонажи в сказках ставят при собой различные цели, показывают силу характера, предливый ум. Они служат хорошим примером для подрастающего поколения. Проанализировав различную литературу по теме, а именно сказки, мифы и повести, нам удалось классифицировать некоторые женские образы, описать их особенности, влияние на общество. Также стоит отметить, что в процессе работы нам удалось лишний раз убедиться в значимости сказок в педагогической области. А также мы пришли к выводу, что сказки являются отражением времени, в котором они существуют, благодаря чему возможно отследить развитие социума и женской ролики в сказках. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Анастасия Витальевна. Я так полагаю, что вы английский в колледже детям преподаете школьного возраста, да? Ну, это 10-11 класс. 10-11 класс. То есть для них еще сказки актуальны? Нет. Уже нет? Уже нет. Уже там на местах, но я думаю, что сказки, они интересны срослым. Конечно. Они поучительны для всех. Спасибо вам огромное. У нас на очереди Италия. Я передаю слово с удовольствием Ладе Евгеньевне, которая нам расскажет о женщинах Италии в мире современной политики. Уважаемые коллеги, добрый день. У меня сегодня, как назло, так всегда бывают некие проблемы с интернетом. И если возможно, я отправляла демонстрацию. Вы помогите мне, пожалуйста, в демонстрации. На всякий случай я пока остановлю видео. Я просто боюсь за качество связи. Итак, итальянские женщины политики в современной Италии. Субъективная поверхностная широко распространенная в итальянском обществе гендерные стереотипы тесно связаны с историческими особенностями и социокультурной спецификой региона. В итальянской картине мира формирование данных явлений психологии нации имеет непосредственно отношение к традиционным представлениям о семье и роли женщины пока, пожалуйста, ничего. Если с вашего позволения, я буду вас просить тогда, какие фотографии вставлять. Традиционным представлением о семье и роли женщины в стране. Женщина долгое время воспринималась исключительно как хранительница домашнего очага. Глубокое проникновение соответствующих гендерных стереотипов и предрассудков сознания нации не могло не отразиться на различных аспектах жизни общества, в том числе на его политическом поведении. В период Второй Республики с 1994 года по настоящее время итальянцы стали более активно выступать за политический плюрализм, защиту демократических прав и свобод, и гендерные стереотипы должны были жить в себя. Однако, на фоне данных изменений традиционные представления о роли женщин в обществе по-прежнему сохраняются в стране, что существенно осложняет их вовлечение в политику. Однако, бесправность женщин даже в традиционном понимании итальянского общества тоже некий миф. Женщины имели огромное влияние на жизнь общества и власть еще в Древнем Риме, откуда берут начало многие культурные особенности итальянской европейской цивилизации в целом. Практически за всеми римскими императорами стояли женщины, матери, религиозные во многом определявшие судьбы своих сыновей и мужей. Достаточно вспомнить Ливию, Октавию, жену и сестру первого римского императора Августа или мать Нерона Агриппину-младшую. Из более современной истории приходят на ум жены и вдовы мафиозных боссов, которые нередко берут правды правления в свои руки. В современной Италии, где в стереотипном понимании должна действовать форма патриархата, мужчины нередко принимают на себя чисто женские обязанности по воспитанию детей, уборке дома, готовке, похода в магазин. Это результат разделения обязанностей в современном мире, где женщины также ведут активную профессиональную деятельность. Хотя, конечно, до полного равноправия еще далеко. В Италии показатель женского трудоустройства почти на 20% ниже, чем мужского, и, кстати, особенно эта тенденция усилилась за время пандемии. Заработная плата также ниже практически на всех карьерных уровнях. В целом, в современном итальянском регулирует глобальные тенденции изменения семейных моделей и ролей, характерных для Запада. Одной из целей устойчивого развития различных долгосрочных программ ЕС, в том числе и Рекавери Фанда, является обеспечение гендерного равенства и социальной сплоченности общества. И на практике поставленные задачи находят реальное выражение в изменении роли женщины в обществе и, в частности, в политической жизни. Несмотря на сильные католические корни, все больше молодых пар предпочитают не вступать в официальный брак или делают это все позднее. В Италии практически не встретишь больше многодетных семей с шестью-семью детьми, как это было у нынешних дедушек и бабушек. Во многом подходы к семье определяются так называемым эгоизмом. Многие, в том числе и женщины, хотят получить образование, добиться карьерных вершин, путешествовать, прежде чем сильно ограничить свою личную свободу заботой о детях. Поговорим об итальянских женщинах, подобравшихся близко к вершине Олимпа в политической карьере. С момента объединения Италии в конце 19 века в стране было 58 министров и все, премьер-министров, и все они были мужчинами. Пока ни одна из женщин не приблизилась к тому, чтобы возглавить страну. Женщины-политики в Италии скорее выполняли роль своеобразных свидетельств равенства, которого в реальности не существовало. Однако в 2019 году коалиция популистского движения пяти звезд и левоцентриско-демократической партии постепенно демонстрируют признаки изменений. Министрами в том правительстве стали уже семь женщин на ключевых постах. Хотелось бы сказать пару слов о министре сельского хозяйства Италии Терезе Бернанова. Будьте добры, фотографию платья покажите, пожалуйста. Вы меня слышите, нет? Нет, не эту фотографию. Фотографию платья, которая подписана. Нет, не эту. Самую первую. Да, спасибо. Итак, Тереза Бернанова, бывшая работница фермы, профсоюзная активистка, которая начала карьеру в возрасте 15 лет. На инаугурацию нового кабинета она надела ярко-синее платье. Когда бывший политик и журналист Даниэль Каприциона опубликовал в Твиттере ее фотографию с насмешливой надписью «Карнавал», «Хэллоуин», он получил огромное количество комментариев от итальянцев, которые посчитали это сексизмом и снобизмом. Ее раскритиковали за ее ярко-синее платье, сказала в интервью BBC профессор политологии Эмелиана де Блазио. Но это в первый раз, когда я поняла, что большинство не согласны с таким поверхностным анализом фигуры женщины-политика. Что-то изменилось в нашем политическом климате. Впервые некоторые из самых важных постов в кабинете министров были отданы женщинам. В прошлом кабинете было почти такое же число женщин-министров, но они не обладали подобной властью. Сама Тереза Белланова написала в Твиттере, используя хэштег «Квалькоза Деблю» что-то синее, «Истинная элегантность это уважение к собственному настроению. Вчера я чувствовала себя на подъеме ярко-синий с валанами, и вот как я выглядела». Несомнение, несколько слов стоит сказать про 67-летнюю Лучану Ламурджезе, министра внутренних дел, Покажите, пожалуйста, слайд. Еще следующий. Да, нет. Там подписи есть на слайдах. Лучану Ламурджезе. Да. Министра внутренних дел Италии, в том числе и в нынешнем кабинете. Она работала в системе НВД 79-го года, в 2003 году получила должность префекта Милана, а в 2013 году возглавила канцелярию министра внутренних дел Анджелину Альфану. В 2019 году она получила портфель министра внутренних дел во втором правительстве Джузеппе Конте и оставалась на этом посту, в том числе и в тяжелейший пандемийный период, когда МВД приходилось реагировать на многочисленные волнения, связанные с ограничительными мерами, и ее позиция по обеспечению поддержки действиям сил правопорядка была непреклонна. С февраля 2021 года она вошла в состав нового правительства Драги и сохранила в нем прежнюю должность министра внутренних дел. У Ламурджизи нет аккаунтов и она не публикует в соцсетях свои селфи. Она очень компетентная женщина, очень уравновешенная, говорит Лаула Больдрини, бывший председатель Палаты депутатов Италии. Покажите, пожалуйста, фотографию Болдрини. Она тот человек, который знает, как выполнять работу, и она очень опытна. Говоря о необходимости для женщин-политиков проявлять твердость характера в сочетании с гибкостью и умением маневрировать, нельзя не сказать несколько слов о Федерике Могеррини, бывшей главе внешнеполитического ведомства Евросоюза. Покажите, пожалуйста, фотографию Могеррини. Нет. Она родилась в Италии, в Риме, в известной семье дочь итальянского сценографа и режиссера Флавио Могеррини. В политике оказалась она совершенно не случайно. Изучала ее в Римском университете Сапьенца. В 96-м году вступила в левую молодежную организацию Синистра Джованнили. В 2001-м вошла в Национальный совет левых демократов. В 2003-м начала работать в партийном департаменте внешней связи. А в 2013-м году Федерико Могеррия стала депутатом. Думается, что стремительный взлет Федерики на самую вершину европейской дипломатии это тоже результат грамотно выстроенных отношений собственным начальством. Когда в 2014-м году демократ Матео Ренци стал новым премьер-министром Италии, он тут же выдвинул кандидатуру своей давней приятельницы на пост министра иностранных дел в его правительстве. Известно, что решение нового премьера удивило даже президента страны, но Ренци был непреклонен. И Могеррини приняла присягу в качестве министра иностранных дел Италии в правительство Матео Ренци. А в августе 2014-го года в Брюсселе на встрече лидеров стран Евросоюза она была утверждена в должности Верховного представителя по иностранным делам и заместителем председателя Европейского совета Дональда Туска. На плечи итальянки легла обязанность выстраивать отношения Евросоюза с такими гигантами, как Россия, Китай, США, странами Ближнего Востока и многими другими. И в тот момент она являлась самой молодой женщиной в Европейской комиссии. Тем не менее, успешную политическую карьеру Могарини некоторые наблюдатели вполне в духе итальянских традиций связывают с покровительством известного итальянского политика, демократа и бывшего мэра города Рим Вельтрони, объясняя его покровительство их давным личным знакомством. В 2019 году срок ее полномочий на посту Верховного представителя истек, ее сменил Жозеп Боррель, а в сентябре 2020 года бывший Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности получила должность ректора «Колледжа Европы» учебного заведения, которое принято давать элитное образование для молодых руководителей Евросоюза, продвигать дух солидарности и взаимопонимания между европейскими странами и поддерживать ценности Европы. Могарини стала первой женщином ректора колледжа. Ее утверждение на эту должность не обошлось без громкого скандала в средствах массовой информации, связанного с обвинением в покровительстве Могарини со стороны влиятельных лиц в Европейском Союзе. Водительница европейской дипломатии оказывал экс-глава Евросовета Херман Ван Ромпей, несмотря на возражения ряда выпускников, профессоров и чиновников Евросоюза. Как писал журнал Мари Клер, похоже, желание удивлять окружающих вписано в ДНК Могарини. Она любит рисковать во всем, менять цвет волос и прическу, что с точки зрения политического имиджмейкинга довольно смело. Как утверждают эксперты, ей свойственный прагматизм и умение приспосабливаться двое детей. Она обожает путешествовать и читать романы. В июне 16-го года американский журнал Фобс опубликовал 100 наиболее влиятельных женщин мира в 2015 году, поместив Федерико Могарини на 19-е место. Несколько слов и отдельного внимания заслуживает 58-летняя Марта Картабья. Покажите, пожалуйста, ее фотографию в очках. Вот. Нынешний министр юстиции Италии. Она окончила Миланский университет, где изучала право, является доктором философии по юриспруденции. С 4-го года преподает конституционное право в одном из университетов Милана. С 2011 года она назначена в состав конституционного суда. В 14-м председатель конституционного суда назначил ее одним из своих заместителей. А в 19-м Картабья избрана председателем конституционного суда, став первой женщиной в этой должности. В 13-го февраля 21-го года в день принесения правительством драги присяги Картабья получила портфель министра юстиции Италии. СМИ пишут, что ни рост, ни вес, ни имя мужа Марты Картабья неизвестно. Известно только, что она крайне сдержана в обонародовании деталей своей личной жизни. У нее прекрасный вкус, она одета и причесана всегда крайне элегантно, предпочитает нейтральные цвета одежды, но любит дорогие красивые аксессуары, увлекается спортом и находится в прекрасной физической форме. У нее трое детей и, по мнению окружения министра, для нее всегда важно уметь сочетать свою профессиональную деятельность семейными обязанностями. Завершает картину моего выступления портрет очень красивой женщины мэры города Рима с 2016 года, 43-летняя Вирджини Раджи. Покажите, пожалуйста, эту фотографию в полной розыгры. Она родилась в 78-м году в Риме, имеет высшее юридическое образование в Третьем Римский университет, заканчивала. Вступив в движение пяти звезд, в марте 2011 года была избрана в коммунальный совет города Рима. Особое внимание она уделяла вопросам школьного образования окружающей среде, но ее имя периодически возникало в связи с причастностью к различным скандалам вокруг коррупции и связями с мафией. Все эти подозрения со временем последнее уже весной этого года были опровергнуты. Как и все кандидаты движения пяти звезд, Раджи подписывала контракт, обязывающий уплатить большую штраф и уйти в отставку в случае, если она причинит ущерб имиджу движения. В июне 2016 года она победила во втором туре выборов мэра Рима и занимает этой посты по сей день, пройдя совсем нелегкое переизбрание. Вирджиния Раджи первый мэр-женщина в итальянской столице. Страницы мэра есть и в Инстаграме, и в Фейсбук. Она их использует для общения с гражданами города. Несмотря на это, информации о ее личной жизни немного. Вирджиния Раджи замужем за руководителем технической службы радиостанции радиодименсионы Андрея Севернини. У супругов есть единственный сын. Презентацию можно убирать. Спасибо большое. Известно, что, как и во всем мире, в Италии женщин-политиков судят, особенно судят по их внешности. Бывший премьер-министр страны Сильве Берлускони окружал себя женщинами, которые считал привлекательными. Поэтому для своих критиков Берлускони олицетворяет эпоху сексизма. СМИ отмечают, что прошли годы, и в новом кабинете министров женщины, похоже, не стремятся делать карьеру исключительно за счет своих внешних данных. Символом этих перемен стало знаменитое синее платье Терезы Бейланова. В заключении хотелось бы отметить, что пока что окончательное решение в Италии будет по-прежнему принимать мужчины. Женщины еще не поднялись на самые высокие позиции в стране, однако постепенно они получают все большую власть. Хотелось бы процитировать ответ Лауле Бордрин и экс-членопалаты депутатов Италии на вопрос журналиста «Когда же в Италии будет женщина-премьер?» Когда? Не знаем. Но, надеюсь, очень скоро. Время пришло. Спасибо. Спасибо огромное, Лада Евгеньевна. Очень интересно и чувствуется, что в духе нашего политического дискурса занятий Ники Мосса студентами очень интересно. Коллеги, если есть какие-то вопросы, Ладе Евгеньевне. Я хотела бы добавить, если можно, что... С удовольствием, Елена Викторовна. С одеждой, с внешним видом, с женщином-политиком очень непросто. Я помню, что в 90-е годы министром иностранных дел Италии была Сюзанна Аннелли. И она была очень такая изысканная женщина, очень хорошо одевалась. Но она всегда одевалась очень скромно, очень или темные, или серые тона, очень-очень-очень просто. Так журналисты на нее набрасывались из-за этого. Почему она так одевается? Италия – это страна моды, Италия – это страна, которая свою моду должна продвигать, а наш министр одевается так незрачно. Так что тут очень сложный вопрос. Не переборщить бы, да? С другой стороны, выглядеть достойно. Как всегда, золотой середины нет. Но в любом случае, нам было очень приятно посмотреть и на фотографии. Спасибо огромное. Я передаю слово Ещенко Анастасии Владимировне, преподавателю кафедры английского языка Денцовского филиала МГИМОН, сообщение «Достоинства в недостатках» «Специфичность женской психофизиологии как основу успешного освоения иностранных языков». Тема очень интересная. Прошу вас. Добрый день. В следующий раз. Мой доклад посвящен исследованию особенностей женской психофизиологии, которая обеспечивает высокую успешность во владении иностранными языками. Предполагается, что некоторые черты женского характера, стереотипно определяемые обществом как недостатки, в действительности могут представлять собой неожиданно эффективные механизмы в освоении иностранной речи. Изданно женщина являлась объектом воспевания и поклонения, музой, вдохновляющей в совершении великих подвигов и создания бесценных произведений искусства. Тем не менее, как показывает жизненный опыт, прекрасная дама не лишена их недостатков. Женскому психотипу присущ ряд специфических характеристик, традиционно определяемых как изъяна, вызывающие негативный отклик со стороны общества. Стереотипно женщин укоряют за чрезмерную эмоциональность, излишнюю разговорчивость, раздражающую затошность и неуемную мечтательность. На первый взгляд, все перечисленные свойства женской психопедиологии могут и правда показаться явными недостатками, от которых следует избавиться как можно быстрее. Однако, при более глубоком изучении данного вопроса становится очевидным, что вышеперечисленные качества могут принести немалую пользу их обладательности. Одним из наиболее ярких качеств отразделяемых представительницей слабого пола является эмоциональность. Эмоции играют важнейшую роль в жизни любого человека. Еще Карл Джонт писал о том, что эмоции являются главной движущей силой, формирующей становление личности. Каждая стадия процесса индивидуализации включает в себя эмоциональные линии. Согласно многочисленным исследованиям интенсивность переживания эмоций одинакового обоих полу. Различается лишив экспрессии. Для женской психики характерны коммуникативные и психомоторные виды проявления эмоциональности. Женщина, как правило, открыта к диалогу, постоянно находится в движении, свободно демонстрирует свои чувства и отличается высокой эмоциональной лоббинностью. Женщина впечатлительная чутка к эмоциогенам ситуации. Любопытно, что данное свойство может обеспечивать ряд преимуществ, в частности, в области изучения настанных языков. По большей части воспринимая или передавая информацию, женщина нацелена на эмоциональную составляющую, уделяя максимальное внимание мимики, жестикуляции, а также информации. Она мастерски декодирует и сопоставляет послания, полученные через визуальные и вербальные сигналы. Учитывая тот факт, что восприятие информации через невербальные сигналы составляет около 60-80% и посредством тональности голоса около 20-30, женщина максимально будет расположена в успешной коммуникации. В 1978 году Алленом Кизом, специализировавшимся на языке тела, был проведен эксперимент. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы определить способность женщины считывать информативный компонент, передаваемый исключительно миликой. Женщинам показывали несколько 10-секундных видеооттывков без звука с плачущими новорожденных. Женщины в большинстве случаев быстро и безошибочно определяли причины, спровоцировавшие плач, чувство голода, боевые ощущения, дискомфорт, усталость и так далее. Результаты испытания продемонстрировали, что большую часть информации женщина получает через эмоциональную составляющую. К тому же, согласно исследованиям, проведенным американским нейропсихологом Уваном Гуром, женский мозг постоянно анализирует поступающие из нее данные и даже в состоянии покоя эта активность снижается всего на 10%. Таким образом, женщины легко связывают новые понятия с эмоциями, возникшими в процессе их приобретения и успешно воспроизводить полученные знания впоследствии, что является незаменимым свойством при изучении на самом языке. Кроме того, известно, что женщина во время разговора активно имитирует, своего собеседника. На основании экспериментов, проведенных шведским профессором Ульфом Тинбергом, столь интенсивный отклик на эмоциональное состояние партнера объясняется свойственным женщинам с плотностью к эмпатии. Более того, женщина весьма чутко относится не только к визуальным сигналам, но и к звуковым. Женский мозг мгновенно идентифицирует звук, определяет его категорию, тем самым формируя соответствующую реакцию. То есть, женщина способна одновременно концентрировать внимание на нескольких источниках звука, анализировать полученную информацию, а в ситуации беседы также отслеживать изменения речевой тональности как партнера. Как известно, умение улавливать интонации, фонетические особенности речи, подражать мимики, артикуляции носителя, а также фокусироваться на речи собеседника даже в условиях наличия постороннего шума многократно увеличивает эффективность освоения музыки. Еще одним пресловутым недостатком женщины считается чрезмерная разговорчивость. Согласно исследованию психолога Джеймса Пеннебекера, женщины, принимавшие участие в его эксперименте, за 17 часов бодрствования произносили около 16 тысяч слов. Данные показатели значительно возрастают, когда женщина находится в возбужденном состоянии, вызванным как положительными, так и отрицательными эмоциями. Известно, что женский мозг имеет две области, обеспечивающие речевую деятельность. Во фронтальной части левого полушария и чуть менее обширную в правом полушарии. Присутствие речевых центров в одновременном полушариях обеспечивает женщина высокое владение речью, эффективную вербальную память и продуктивное отсроченное распроизведение. Кроме того, сканирование женского мозга в момент говорения показало, что происходит активизация не только речевых центров в обоих полушариях, но и слухового центра. Это свидетельствует о том, что женщины способны говорить и слушать одновременно, а также выполнять несколько не связанных между собой действиями. Исследователем женской психики было установлено, что в стрессовой ситуации, а необходимость применения иностранного языка на практике может таково являться, женская психика максимально активизирует мозговые центры, отвечающие за речевую деятельность. Данное свойство может помочь преодолеть психологические барьеры, возникающие при неизбежности использования иностранного языка в речевой ситуации. Умение одновременно говорить и слушать, невозможно переоценить при освоении нового языка. Более того, межполушарные связи женского мозга в некоторой степени объясняют влияние аналитической и интуитивной информации, что представляет собой нередкое явление в силу хорошо развитой лимбической системы женского мозга, отвечающей за чувственную память. Интуитивное ориентирование языке и умение связывать новые понятия с эмоциональной составляющей также повышают успешность освоения языков. Возвращаясь к самому термину интуиции, принимая во внимание одно из его значений, от латинства интуиции, пристально вглядываться, нельзя не отметить еще одно женское качество, а именно внимательность к мелочам, порой переходящую в дотошность, что и тварь воспринимается в обществе как положительное свойство. К примеру, всем хорошо известно, как женщина называет цвета. Она не пользуется такими скучными понятиями, как красный, зеленый, синий. Вы скорее услышите коралловый, вишневый, алый вместо красного, зеленый будет определен как мятный, оливковый, малахитовый, синий, как ультрамариновый, сапфировый, лазурный и так далее. Столь развитая способность к цветовой дифференциации объясняется наличием у женщин двух хромосом, являющихся источником полбочек, отвечающих за цветочувствительность. Вместе с тем, благодаря развитому периферийному зрению у женщины угол бокового обзора может достигать 160-170 градусов. При таком строении глаз в поле зрения попадают и легко улавливаются даже самые мелкие детали. Такие физиологические особенности обуславливают повышенную внимательность к мелочам, что в контексте изучения языков играет немалую роль. Как правило, благодаря своей скрупулезности женщины весьма быстро и продуктивно осваивают грамматику, так как обращают пристальное внимание на особенности грамматических структур, отфографию и пунктуацию, а также хорошо запоминают исключения исправления. К недостаткам слабого пола также принято относить мечтательность. По большей части она воспринимается как уход от действительности и неумение трезво смотреть на вещи. Тем не менее, даже этот недостаток может обернуться на пользу при освоении нового языка. Как правило, женщины весьма активно пользуются своим воображением. Если женщина ставит перед собой какую-то цель, она не просто продумывает способы ее достижения в мельчайших подробностях, она представляет визуализировать какую-то картинку, связанную с поставленной задачей. Вместе с тем, женщина проводит ассоциации с эмоциями, цветами, запахами, в результате чего разрозненные картинки в ее воображении превращаются в живые образы. Известный шведский психолог Андерс Эриксон уделял особое внимание роли визуализации в процессе приобретения нового навыка. Многие знакомы с правилом 10 тысяч часов, необходимых для владения любым навыком. Канадский журналист Малькл Вадой писал об этом в своей книге «Гений алцайдер», утверждая, что гениями люди становятся, становятся только через ежедневный упорный труд, а не пользуются их привилегии от рождения. К этому правилу Андерс Эриксон добавляет еще и необходимость корректно и регулярно визуализировать нарабатываемый навык, посредством чего мозг постепенно привыкает к новому виду деятельности. Подобным образом женщина, бессознательно пользуясь своей склонностью к мечтательности, по сути, использует прием визуализации. Как известно, этот прием весьма успешно применяется в области изучения иностранных языков, так как позволяет получать грамматические, лексические и социокультурные знания в доступном и легко воспринимаемом формате. Таким образом, женщина, обладая хорошо разводным воображением, демонстрирует высокую результативность в применении метода визуализации при освоении языков. Возвращаясь ко всему вышесказанному, можно сделать вывод, что перед женщинами благодаря специфичности и психопедиологии открывается ряд преимуществ, обеспечивающих продуктивное изучение иностранных языков. Чуткое восприятие и анализ информации, полученные как в словесной, так и невербальной форме с одновременной активизации речевого и слухового центров, имитирование мимики собеседника, сканирование интенсионных изменений голоса, а также обладание высокой речевой продуктивностью, интуитивным мышлением, внимательностью к самым значительным мелочам и сознательной сложности визуализации, бесспорно являются незаменимым набором инструментов, обеспечивающим быстрое и плодотворное изучение иностранных языков. Таким образом, при разумном подходе даже самые явные недостатки, можно обратить в истинные достоинства. Спасибо большое, Анастасия Владимировна. На самом деле, в вашем докладе я недостатков никаких не заметил, а эмоциональность я абсолютно осознанно считаю обязательной составляющей деятельности преподавателя безотносительной от мужчин или женщин, потому что эмоциональность имеет собой с позитивной стороны, она позволяет и студентов зарядить, и закрутить на соответствующей эмоциональной волне, когда они начинают открывать РТ, а туда уже можно дальше забрасывать то, что мы запланировали на это занятие. А по поводу угла бокового обзора я взял на вооружение. Спасибо большое. Коллеги, есть какие-то вопросы? Если нет вопросов у нас по нашей программе Попцова Алла Константиновна, она с нами. Да, безусловно, я есть. Алла Константиновна, преподаватель Кавкарского государственного университета Республики Молдова, нам расскажет об эволюции статуса женщины в гагаузском обществе. Алла Константиновна, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. На самом деле, как бы, я не столько хотела, ну, то есть, не только хотела поделиться некой информацией, но и выразить признательность МГИМО за то, что он сыграл большую роль в жизни нашей кафедры. Именно в МГИМО защитилась наша заведующая кафедра Ирина Николаевна Мутак. Поэтому мы считаем вас очень родным для нас вузом. Благодарим вас и, как бы, готовы всячески участвовать в ваших мероприятиях. Тема моего доклада революция статуса женщины в гагаосском обществе. И выводы могут вам показаться парадоксальными. Статус гагаосской женщины повышается. Казалось бы, это зачем, если это так очевидно и так банально посвящать этому целое исследование. На самом деле, все в деталях. Дело в том, что есть некоторые нюансы и аспекты, которые ну, как бы, показывают, как происходит механизм тренторформации статуса женщины, какие факторы на него оказывают влияние. Для того, чтобы мы могли выявить все факторы, можно сравнить изменение статуса женщины в гагаосском обществе и изменение статуса женщины в болгарском обществе. Дело в том, что в XIX веке гагаозы и болгары в статусе дунайских переселенцев переселились в Писарабию и, в общем-то, начало этого процесса было абсолютно одинаковым, то есть общая историческая судьба, во многом общие стереотипы, вдруг в дальнейшем мы увидим эти самые различия. И вот интересно, почему эти различия существуют и как они вообще, как вообще в целом проходят процессы, то есть каков механизм этих трансформаций. Несколько слов о гагаозах. Дело в том, что гагаозы это православный тюркоязычный город. Как я уже сказала, в начале XIX века гагаозы ставят дунайских переселенцев переселились на земли Бессарабии, на земли Российской империи. В дальнейшем сейчас гагаозы, которые переселились на земле Бессарабии, разделены границей и часть гагаозов, большая часть гагаозских переселенцев в составе Молдовы и часть в составе Украины. В составе Молдовы появилась автономия. Этому способствовало множество факторов, не только потому, что гагаозов в Молдове больше, чем гагаозов в Болгарии, но и потому, что отдельный вес гагаозов выше, и процессы, связанные с формированием градоакобиотичности различным образом проходят. В итоге у нас есть автономия. Вы видите, на карте она зелененьким цветом обозначена. Вот герб, гимн, герб, флаг. И вот, собственно, наша столица Камрад. И даже там есть Камрадский университет в Храм Верхнем Глу, и вот вы его видите. И вот как бы именно на территории Молдовы очень интенсивно шел процесс формирования этнической гагаозов. И если бы этот процесс не происходил, мы могли бы возможно наблюдать утрату этой идентичности, во всяком случае в болгарском обществе она сохранилась как двойная идентичность гагаозы и гагаузская, и болгарская одновременно. Мы гагаозы, да, но мы и болгары тоже. И более того, она подпитывается теми процессами, которые происходят в Молдове. Я, появившись в гагаузском селе Болгарии, с радостью услышала о том, что есть какие-то книги о гагаузах, но оказалось, что это книги, которые изданы в Молдове, в частности, в автономии. То есть, иными словами, процесс происходит во многом эволюция и изменение, как бы специфика изменений в статусе женщины связана с процессом от формирования этнической идентичности и созданию особого специфического образа прошлого. В общем, вот такое все. Мы сейчас это посмотрим. Начало, конечно, это женщины в традиционном обществе, это конец 19-го, начало 20-го века, 19-го, начало 20-го века. Мы можем реконструировать этот статус по, значит, с одной стороны, материалам этнографа в конце 19-го века исследователи мошков, ну, непрофессионально, этнограф военный, очень детально изучил Гагауза, создав ряд по очереди в графическом обозрении, собрал файлорные материалы, издал их в издании Радлова. И, помимо этого, описание приходов Гагаузовских, Падалин, на странице Кишиневских прихиологических домостей, в общем, материалы оттуда. Вот что, какую картину они рисуют. Статус женщины был весьма низок, им, как бы, женщина была в полной власти мужа своего, муж мог ее убить, и даже это считалось нормальным, и это оправдывалось, и почему нет, значит, он должен в порядке жену содержать. Вот даже вплоть до 20 веки такая была традиция, что женщина не идет рядом с мужчиной, она должна идти за одиннепо. Если какие-то несут вещи, то женщина должна их нести, и ребенка она должна нести. В общем, очень много таких черт, которые показывают какой-то очень такой драматичный статус женщины. Почему били? Чаще всего ревность, большие собственники, но с другой стороны от женщин требовалось покорность, трудолюбие, прежде всего трудолюбие, женщина должна быть ужасно трудолюбивой, ее рабочий день началось в 5 утра с того, что она там мела двор, и перед двором должна была поднести участок улицы. В общем, и продолжался до глубокой ночи. Помимо этого она должна быть, как я сказала, покорной, верной и так далее. Но на самом деле это вполне вписывались в православное представление о том, каким должен быть вообще верующий человек. Он должен быть не роптать, он должен быть принимать все, что ему даровано принимать всем сердцем своим. И в этом смысле огромное значение православной идентичности сыграло свою роль. А значение православной идентичности таково, что даже первая стереософская концепция гагаузов, которая появляется в конце 19 века именно в Бессарабии, отмечено, что гагаузы это тот народ, который предпочел веру, даже языку. якобы османский султан потребовал гагаузов либо язык свой отдать, либо веру православную. Вот они сказали, веру мы оставим, язык мы, может быть, отдадим, пожалуйста, будем теперь на турецком говорить. Понятно, что это как бы скорее это объяснение того факта, что очень большое значение имеет православная идентичность, но вот эта концепция стереософская сейчас, конечно, не распространена и она с изумлением встречается патриотами гагаузскими и как бы странно даже им кажется, что ее выдвинул гагауз. Но как бы это ни было, идет процесс сформирования, да, вот что еще важно, как бы ранняя брачность, да, женщина должна рано выйти замуж, при этом вообще-то женщин в гагаузском общество было меньше, чем мужчин, это статистический исследование основывающее на переписи 1897 года показывает, что на 100 мужчин 93 женщины, это показатель самый низкий среди народов Бессарабии. Ну, почему мужчин много, их сначала они не воевали, их не привлекали к военным действиям, ну, в общем, факторы благоприятствующие тому, что мужчин было больше. Потом положение будет меняться, но все равно женщин не так уж и много. но это означало, это не столько влияло на статус женщин, сколько влияло на статус, на большое значение брака в семье. вот многие из тех черт, о которых я говорила, они вот характерны были не только для 19-го, но для первой половины 20-го века. Почему так? Дело в том, что в 1918-1940-м году наш край пребывал пребывал в составе Румынии. И это обстоятельство затормозило модернизационные процессы, которые характерны для советского общества в целом. И очень большие перемены начинаются соответственно с 1940-го года, но правда годы войны, помните, они были трагическими, когда Бессараби была оккупирована опять Румынией, ну в общем как бы все процессы были свернуты, но потом они начались вновь, и вот два забавных фото, как четвергунские колхозники отгоняют США, это вполне реальная история, когда была поставлена такая задача, понятное дело она не осуществилась, и вот справа эта картина художницы Ирины Вишневской «Космонавты в небе на Чедерлунге», это как бы такой символ того, насколько быстро, стремительно, за полвека все будет резко меняться, меняться будет и в статусе женщины, посмотрите, пожалуйста, на картину Михаила Греку, это Чедерлунский девушки, чедерлунг своему родной город, эта картина представляет Молдову на живописной карте Молдовы, что нас особенно радует, обратите внимание, еще национальные одежды, но уже совершенно другое настроение, эти женщины уверены в себе, они явно работают, они сейчас изображены выходящими из кинотеатра, в общем, короче, очень большие перемены, на самом деле, перемены были не столь быстрыми, и, в общем-то, конечно, это было действительно связано с модернизацией, с тем, что женщины стали получать образование, и, значит, работать, и так далее, но, да, в этот период появляются города Гагаузии, три города Гагаузии получают городской статус именно во второй половине XX века, естественно, и появляется городской образ жизни, он тогда связывался с русскими, с русскоязычными, которые направлялись на работу в школы, в больницы и так далее, и так далее, и так далее, очень обижала некоторых патриотов, когда маленькую девочку спросили, несколько случаев таких было, кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь, я хочу стать русской, не в том смысле, что сменить национальность, а в смысле обнести городской образ жизни. Надо сказать, что национальный костюм быстренько выветривается из обихода, вот в 70-е годы уже Гагаузии не ходят в национальных одеждах, в болгарских селах ходят, в 70-е, 80-е годы болгарские селы, женщины предпочитают замужние особенно, национальные одежды. Конечно, если это не связано с работой, если они не работают в качестве учителей или еще кого-то, так вот они в повседневности предпочитают национальные одежды. А гагаузии уже нет, хотя их наряд может иметь элементы, костюм имел элементы национальной одежды. Что происходит со стереотипами? С одной стороны, женщины чаще всего стремятся получить образование средне-профессиональные, средне-профессиональные, это наиболее частая была стратегия. И в 70-е годы начинаются первые волны миграции, трудовой миграции. И в этих волнах трудовой миграции участвуют прежде всего мужчины, практически всегда мужчины. Они зарабатывают, и женщины сидят дома в основном. Ну, и работают, конечно же. Но постепенно это тоже будет меняться. Очень большие изменения связаны были с концу 80-х годов, когда в ответ на возрастание значений национальных настроений повсеместно гагаузы пережили то, что называют этнической мобилизацией. И в этот процесс были вовлечены и женщины тоже. Вы видите портрет Марии Семеновны Муруневича, следователь общественного деятеля, политического деятеля, очень значительного для гагаузи человека, которая, оставив благополучную квартиру в Кишиневе и работу, вернулась в гагаузи и была со своим народом до конца своих дней. И она возглавляла общественное женское движение и она тоже имела место и тоже была фактором трансформации. В этот период конечно женщины могут участвовать в политических делах, но лидирующие позиции занимают мужчины. Хотя постепенно женщины могут занимать руководящие какие-то посты, но там, где требуется ответственность исполнителей, дело в том, что, несмотря на то, что идет процесс модернизации, представления о том, какой должна быть женщина, какой должен быть мужчина, они меняются медленно. А этот интересный процесс следовала Ирина Алексеевна Субботина. И причем она достаточно такой широкий обхват имела исследователь, то есть она рассматривала процессы на протяжении долгого времени революции. И вот стереотипы меняются медленно, женщина по-прежнему отвечает за дом, за семью, она как бы во многом на нее ложится эта ответственность. Мужчина в прежние времена у него было очень-очень много прав, обязанности предполагали, что они есть, но постепенно в 70-80-е годы в следствии модернизации женщина начинает принимать часть мужских обязанностей, она тоже зарабатывает, она тоже становится экономическим человеком, и это не влияет на нее. Даже женщина директор должна была прийти домой, приготовить ужин и заняться хозяйством, и это подчеркивалось, это культивировалось, это считалось сохранением традиций. Но, как я уже сказала, это тоже будет меняться, и вот получалось так, что эта работа, она была в какой-то мере черновой. Судьба Марии Васильевны в этом плане весьма показательна, сыграв большую роль в создании государственности Мария Васильевна не обрела от этого каких-то особенных дивидендов. И много раз бывало так, что она что-то готовит, а потом приходит мужчина, который руководит чем-то там. Она готовила создание заведение в Академии наук, возглавила мужчина, хороший исследователь, но мужчина. Она готовила, добилась поста проректора по науке в Камрадской университете, тоже занял мужчина. Она готовила, создала, в ее университете был создан научно-исследовательский центр, и она сначала его возглавила, но потом, когда все было уже сделано, опять пришел мужчина, который скритиковал Мария Васильевна за то, что она сделала не очень хорошо, и, дальше уже повел корабль дальше. Надо сказать, что в конечном счете именно сейчас мы приходим к тому, что в Гагаузи возглавляет женщина Ирина Федоровна Влах, башкан Гагаузи, то есть сейчас женщина может быть и первым лицом, и определять политику, и менять ситуацию. Еще один момент. Когда в 90-е годы начался процесс обвала экономического в Молдове, то получилось так, что женщины тоже были задействованы в процессе трудовой миграции, и в большей степени, чем другие национальности. Причем наблюдалась географическая ориентация. Мужчины чаще всего ездили на заработки в Россию, женщины на заработки в Турцию, где было востребовано их умение быть хорошими хозяйками, потому что чаще всего они ухаживали за богатыми турками, занимались домашними делами, иногда работали в магазинах. То есть получилось так, что женщина взяла на себя и вот эту часть мужских обязанностей. Взяв на себя эту часть мужских обязанностей, тем не менее, женщина все равно хранила очаг, и это не приводило к распаду браков. И процесс роста этнической идентичности приводит сейчас к тому, что создается одноцентричная картина мира, и индикатором этих процессов является возвращение интереса к национальным традициям, к национальной одежде. Конечно, это не значит, что юные девушки носят наряд на одежду, это фотосессия, но интерес к ней есть, есть праздник национальной одежды, который празднуется в августе, есть как бы очень много черт, которые говорят о том, что гагаусское общество становится, оно является новым субъектом в символическом пространстве и в политическом пространстве, и в этом новом обществе женщины уже играют другую роль, они уже, они перестали быть только лишь ответственными за все без прав, они обретают эти права, и это индикатор демократизации гагаусское общество и индикатор перемен в обществе в целом, а не только в судьбе женщин. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое, Алла Константиновна. Коллеги, у нас по программе еще есть доклад аспиранта кафедры педагогики и психологии Леонидович но я, честно говоря, их пока в списочках зашедших на конференцию не видел. Мы здесь, мы здесь. Мы здесь, да, тогда мы передаем вам слово сообщение образ женщины в абхазском фольклоре как инструмент формирования национально-культурной идентичности. Внимайся, Василий. Спасибо за предоставленное слово и хотелось начать с того, что на сегодня день национально-культурные преобразования они оказывают большое влияние на роль и статус женщин во всех сферах человеческой жизнедеятельности и неизменным остается лишь тот факт, что женщина влияет на сохранение этничности, так как они являются патриотами своей республики, народа и его самобытной культуры. И национально-культурная идентичность это осознанное принятие на себя индивидуальных социальных каких-то норм, правил, культурных реалий всевозможных и других характеристик. И цель нашего доклада является описание роли женщины в становлении национально-культурной идентичности на примере абхазского фольклора. Для этого необходимо будет решить несколько задач, связанных с системализацией существующих источников. На самом деле их довольно-таки много. Во-вторых, необходимо будет определить, точнее, проанализировать факторы, оказывающие влияние на формирование национально-культурной идентичности. И в-третьих, это определить уже непосредственно, какую роль женщина оказывает на продуцировании национально-культурной идентичности. И хотелось бы сказать, что образ женщины описывался в устном народном творчестве, в сказках, в песнях, мифах, во всевозможных научных статьях, в художественной литературе. И фольклористы, этнографы, культурологи изучают образ женщины в культуре. Ярким примером выступает нардский эпос, легенда об Озиде Ридзе, песня, восхваляющая героиню Диду, абхазские пословицы и многое другое. Но, несмотря на большое количество научных, исторических и этнографических публикаций, практически отсутствуют работы, изучающие роль абхазской женщины в альтонокультурных процессах. Данная тематика не была исследована и в рамках абхазского фольклора. Однако образы женщины были посвящены произведениям выдающихся абхазских авторов. К примеру, в романе «Папа Скирджианская честь» заложена идея национального возрождения абхазского народа на примере жизненного пути главной героини. Один из наиболее известных также абхазских ученых и фактористов Булия в своем романе «Знаменитом Камачич» описывает женщину, которая не стала мириться со своим бесправным положением в обществе и отстаивала свою честь. Отдельные аспекты исследования были исследованы известными культурологами, этнографами, историками, такими как иналобы, мочеварианику, право, крицыния и многие другие. Вместе с тем ощущаются институты работ исследующих обозначенную тему с фольклорных и культурологических позиций. И хотелось бы сказать, что на основе существующих источников можно выделить основные факторы, которые оказывают влияние национальную культурную идентичность. И они складывались на протяжении многих веков. К таким факторам относятся этническая принадлежность, язык, традиции, нормы, ценности, обычаи и так далее. И этническая принадлежность мы понимаем как процесс отношения индивида с определенной этнической общностью, которая предполагает бережное отношение к языку, к культуре, к традициям того или иного народа, с кем он себя осознает, естественно. Что объединяет живущих на одной и той же территории людей с различными взглядами, статусами и людей различных возрастов? Прежде всего, это язык и культура. Они составляют основу национальной идентичности и выступают в качестве мощного интегрального символического объединяющего ресурса. Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка заключается в том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет значительную решающую роль в формировании личности национального характера. Традициями, нормами и ценностями принято же считать те элементы культурного наследия, которые глубоко проникают в духовное начало культуры. Ценности и нормы, заложенные традициями, формируют какой-то определенный сценарий поведения, при котором не допускаются какие-то безнравственные поступки. Традиции соотносятся, но не совпадают с такими понятиями, как обычаи. Обычаи выражают лишь неуклонное и точное следование воспринятыми с прошлого образца поведения, в отличие от общего понятия традиции. Проанализировав факторы, влияющие на формирование национально-культурной идентичности можно сделать вывод, что значительная роль женщины в становлении национально-культурной идентичности существование этнической культуры невозможно без функционирования любого из названных элементов. Они могут существовать лишь в прямом взаимодействии. А далее продолжит моя коллега, которая дополнит наш доклад. Здравствуйте. Еще одним не менее важным инструментом в продуцировании национально-культурной идентичности выступает образ женщины, так как она играет большую роль в сохранении национальной культуры и в ее передаче по следующим поколениям. Женщина участвует во многих этнокультурных процессах, выполняет функции формирования, воспроизведения и определения этнической идентичности. Именно женщина проводит культурные границы между чужими и своими. Воспитывая детей, женщина обучает их языку, прививает им социальные нормы, традиции, обычаи, а также отрицательное отношение к безнравственным поступкам, морально-этическое воспитание и пользуется соответствующим уважением и авторитетом. Одним из ярких примеров образа женщины выступает образ родины матери. Это прослеживается в одной из известных абхазских пословиц «Абсадгилан Атумбсадгилан» что переводится «Родина-мать родная, чужбина-мачеха». Обзор литературы позволяет проследить уважительное отношение к женщине-матери и к женщине-сестре. Это продиктовано нашим этнокультурным кодексом, именуемое Абсура. Абсура это своеобразный свод морально-этических ценностей и норм поведения, выработанных традиционной культурой абхазов и призваны служить духовному уединению и развитию абхазского народа. Ярким примером женщины-матери является образ Аднеи Гуаще, матери сладного ребенка в нардском эпосе, каждому из которых она прививала нравственные ценности. Нардский эпос демонстрирует участие женщины не только в общественной и семейной жизни, но и в быту. Сатане Гуаще участвует во всех значимых событиях в жизни нардов. А также она, несмотря на то, что, как мы знаем, патриархальные традиции в какой-то степени подавляли личность женщины и как-то ее сковывали, порождали и также порождали много запретов и ограничений. Вот свою единственную сестру 100 братьев, несмотря на то, что защищали, оберегали даже ценой собственной жизни, все же они удерживали ее в башне, таким образом ограничивая ее свободу. Естественно, это было в мерах для защиты своей единственной сестры, но все же. Но не существует каких-то определенных источников, которые четко указывали бы на то, что роль абхазской женщины была принижена. Доказательством данного утверждения служит то, что в нардском эпосе отсутствует центральная фигура семьи, это отец. То есть можно сделать вывод, что в воспитании детей отец играл вспомогательную роль дисциплинатора, а на плечи матери были возложены все остальные функции, касающиеся воспитания и формирования в детях национально-культурной идентичности. Но женщина выступает не только как прародительница и хранительница очага, но и как примирительница различных конфликтов. В абхазском фольклоре описываются случаи, когда к мудрым пожилым женщинам обращались за советом для урегулирования различных споров. Женщина давала настолько действенные советы, которые в конечном итоге приводили к разрешению конфликта. Отдельно отметить то, что женщина как мать-кормилица всегда считалась одной из наиболее почитаемых фигур в абхазском обществе. Любого врага, даже кровника, нельзя было убить и вообще наказать после того, как он коснулся груди женщины, принадлежащей роду обиженного или убитого. Таким образом с ним обреталось молочное раствор. Месть прекращалась и в том случае, если представительница рода, то есть мать, сестра или жена убийцы проникну незаметно в дом убитого, хватало от первого попавшегося ребенка и делало вид, что кормит ее грудью. То есть этот обычай тесно связан с отоличеством передачи ребенка на воспитание в другую семью, с которым устанавливалось молочное родство. В абхазском языке такое молочное родство называется Ахаша. Еще незначимый образ женщины это образ женщины как защитницы Отечества. Во многих абхазских сказаниях женщина представлена как героиня, готовая в сложное время мужество, отвагу и воевать наряду с мужчинами. В качестве примера можно привести имя Геч-Хадиды, это жена владительного князя, которая принимала участие во всех боевых действиях наряду со своим супругом. Таким образом образ женщины выступает как символ национального примирения, объединения и защиты родной земли. Подводя итог доклада, следует отметить следующая женщина доказывает непосредственное влияние на все аспекты формирования национально-культурной идентичности народа. Наряду с тем, что она выступает как хранительница семейного очага, она также выполняет воспитательную функцию. Именно женщина берет на себя роль прививания детям этнокультурных ценностей. Именно она транслирует культуру, образ жизни, социальные и нравственные нормы, отраженные в этнокультурном кодексе абхазского народа Абсфора. Изучение абхазского фольклора показывает, что роль женщины не ограничивалась только семейным бытом. Ее функции выходили за рамки общепринятых стереотипов родительницы, матери и воспитателя. Образ женщины в абхазском фольклоре это образ женщины конфликтов, женщины героини и женщины воединицы. Из всего вышесказанного следует вывод о том, что роль женщины в продуцировании национально-культурной идентичности очень высока. Женщина является инструментом, который оказывает влияние на все сферы культурной жизни. Спасибо большое. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас в программе выступающих кто был заявлен все выступили. Я буквально несколько слов в завершении работы нашей секции с вашего позволения скажу. Во-первых, мне было крайне приятно сегодня находиться в таком прекрасном окружении. Тема, на которой мы с вами сегодня работали и обменивались мнениями, она действительно крайне актуальная, она безграничная, потому что очень много аспектов и составляющих у этой темы и много, так сказать, вопросов и тонких, и деликатных, поэтому эта тема будет изучаться дальше. Роль женщины в культуре, в обществе, она ни в коей мере, так сказать, не оспаривается, она эта роль безгранична и очень значима. Мне очень приятно, что в нашей конференции традиционно принимают участие коллеги, наши коллеги из других вузов, это уже такая сложилась традиционная площадка для обмена мнением, для встречи и уже очень много знакомых лиц из других вузов, и не только московских, но наша конференция уже вышла, в принципе, на международный уровень, это, конечно же, нижайший поклон Людмиле Георгиевне Ведениной за ее безграничный энтузиазм и колоссальный ищетрут, потому что помимо конференции ежемесячно проводятся семинары и встречи по различным очень интересному спектру тем лингво-страноведческой направленности. Крайне приятно, что в конференции принимают участие как уже и состоявшиеся ученые, так и те, кто находится только еще в начале этого пути, но уже имеют желание поделиться какими-то своими мнениями. Я искренне всех благодарю за участие в работе нашей секции. Будем ждать тексты, развернутые тексты статей. А сейчас я предлагаю и физически, и виртуально переселиться в секцию к Людмиле Георгиевне, где, я так понимаю, по окончании работы будут подводиться общие итоги конференции. Коллеги, большое спасибо за работу.